Да, здрасте. Да, я почему-то заметил, что когда вы мне звоните, у меня не проходит, поэтому перезвонил. Странно. Может быть, как-то это связано от расстояния? Возможно, возможно. Хорошего времени суток. Да, Александр, здравствуйте. Шалом, шалом. Да, шалом. Я уже анонсировал то, что сегодня у нас стрим пройдет с вами в качестве гостя второй раз, потому что мы не успели в первый раз осветить весь спектр тем, который у нас наметился. Скажи гостю шалом. Шалом. Да. Вот. Сегодня я хотел бы немножко поговорить. Ну, вообще, темы у нас будут те же, на самом деле. То есть, сионизм, евреи, антисемитизм, Израиль. Но начать хотелось бы с того, как вы вообще пришли к тому, что вы стали сионистом по взглядам, и как вы пришли к тому, что осознание еврейства может быть. Да, то есть, как-то так. Потому что, я так понимаю, вы росли в России, да? Да, да. А вы представите мне, кто у нас еще третий человек? А, это просто мимо проходят женщины какие-то. А, непонятные, да. Непонятные, да. Они не будут участвовать в нашем разговоре. Ну, почему? Я не сильно против, чтобы женщины участвовали. Да, просто без женщин, как писал Шопенгавер, жизнь, она была бы в юном возрасте лишена заботы, в зрелом возрасте наслаждения, а в старости успокоения. Поэтому, женщины, это такой необходимый атрибут. Как говорила Голду Мэйер, без женщин сионизм это какая-то... Сионизм без женщин это деньги на ветер, я считаю. Я говорю, не, не, это была фраза, она как-то пошутила, что сионизм без женщин это какой-то гомосексуализм. Да. Что надо пускать женщин везде, в том числе в сионистское движение. Но в Израиле женщины, насколько я понимаю, даже в армии служат и показывают чудеса боеспособности. Не, ну это уже преувеличение, конечно, нет. То есть, не только у курдов есть боеспособные подразделения из одних женщин состоящие? Или нет все-таки? Или вот вы как-то это оспорили? Насколько я знаю, у курдов нет подразделений, которые из одних женщин, там все равно участвуют мужчины. Ну, у них такие есть преимущественно женские батальоны, скажем так. Есть преимущество женские батальоны, то же самое есть в Израиле. То есть, батальон Каракаль, они... Но вот вы как-то скептически все-таки сказали, что не особо они боеспособны. Нет, ну в каком смысле скептически? Надо просто объективно оценивать все. В том числе физические возможности, в том числе психологические навыки и так далее. И то, что женщины служат, это очень правильный момент с точки зрения реального равноправия, не феминизма, который сейчас доминирует в мире, а реального эгалитаризма. А то, что женщины служат, а религиозные ортодоксы не служат. Вот. Так вот, почему, собственно говоря, в чем проблема, что они не служат религиозной ортодоксии? Она в том, что... И почему женщины служат? Почему их как бы стали призывать? Их стали призывать не потому, что не хватало людей в армии. Стали призывать потому, что в Израиле армия это некий социальный лифт, социальный общий институт, через который молодой человек, молодая девушка, 18 лет, они до этого момента раздолбают, а тут они становятся постепенно людьми. Они социализируются, они получают какую-то специальность, навыки, я знаю, что такое дисциплина. Я, по-моему, в прошлый раз рассказывал, что израильская школа – это полный ад. Это фактически такая анархия немножко, в которой ребенок всегда прав практически. И армия как раз их делает гражданами. И поэтому стали призывать женщин. Плюс потому, что, повторюсь, реальное равноправие. Теперь понятно, что так природа устроена, ее никто обманывать не собирается. Понятно, что к военному делу мужчины в среднем более приспособлены, чем женщины. Так было всегда. И, конечно, технологии ситуацию немного уравняли, но все равно факт остается фактом. И в плане физподготовки и так далее мужчина превосходит. Поэтому есть подразделения, например, «Каракаль», в котором служат в основном женщины до 60%. И это довольно адекватное подразделение. Но говорить, что всерьез на таких женских подразделениях они демонстрируют какие-то чудеса, и на них держится обороноспособность – это просто преувеличение. Это не так. Я не говорил, что на этих подразделениях… Иногда люди, которые хотят продвигать идею, что женщин надо везде и всегда, они немного приводят пример Израиля в таком гипертрофированном виде. Повторюсь, это очень хорошо, что женщины в израильской армии служат. Для Израиля хорошо. И хорошо для израильтянок, на мой взгляд. Но надо понимать, что не надо из этого делать некий фетиш. Это не значит, что… В Израиле очень часто есть такой момент, каждый случай, когда женщина военная, что-то такое необычное сделала, кого-то задержала и так далее, об этом начинают говорить на год вперед. Потому что это женщина. Да, потому что это женщина. Совершенно верно. Если мужчина подобное сделает, так рассказывает долго. Для мужчины это норма. Это типа норма, да. Нет, я-то наоборот говорил скорее, знаете, скорее в укор, скорее шпильку втыкая, что вот женщины служат, а религиозные ортодоксы не служат. Это… А, так они не служат не потому, что они там боятся и так далее. Они не служат, потому что… Нет, я не говорю, что они не служат, потому что они боятся. Я имею в виду, что в принципе несправедлива ситуация, при которой одни люди, одни члены общества платят налоги, работают, служат в армии, а другие члены того же общества не работают, не платят налоги, не служат в армии. Когда члены не работают и не платят налоги, это вообще ужасно. Есть несправедливость. И при этом партии, которые… Очевидно, и про это говорят все время, да. Смотрите, я могу сказать, что есть немного преувеличения в том, что там они уж… Вот они не платят налоги, не работают, это не так, да. То есть они платят налоги, просто многие из них, правда, да, не работают, а когда ты не работаешь, тебе нечего платить налоги. То есть это не то, что они освобождены от налогов, они не освобождены от налогов. По поводу того, что они не работают, они работают… У них занятость намного меньше, чем, например, в советском секторе. Да, это правда. Но это не значит, что они вообще не работают. Для сравнения, занятость и количество собираемых налогов в арабском секторе примерно такая же, как и ультраордодоксальный в Израиле. То есть в этом плане, но про арабов что-то никто не говорит, а про ультраордодоксов постоянно. В чем и вправду есть элемент несправедливости, он в том, что... Вы имеете в виду арабов, которые имеют тоже израильское гражданство? Да, 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 израильское гражданство. В чем элемент несправедливости, он в том, что они как раз не платят, что они как раз не служат. Вот мне интересно, кстати, да. Не, ну арабам-то может быть оружие давать, это не очень... Ну, сложный вопрос. Не, понятно, что да, это в каком-то смысле опасно, Тем не менее, в принципе, когда говорят, когда начинаются какие-то претензии к ультрадоксальному сообществу, у меня они тоже есть, но у меня немного другого характера, больше идеологического. Но когда они начинаются... Какие у вас, вы тоже можете их озвучить. Да, я хочу договориться, что когда они начинаются, просто им предъявляют то, что есть не только у них, но у тех же арабов, у них есть то же самое. Про арабов обычно этого говорить не принято. Но это, на мой взгляд, двойные стандарты неправильно. Точно так же, как я начал, что то, что женщины служат, это хорошо, но эти результаты службы, они часто слишком преувеличиваются, слишком превозносятся. Хотя то, что в целом они служат, это замечательно. Касаемо моих личных вопросов к ультрадоксальному сообществу, они, скажем так, во-первых, это то, что у них есть очень специфический взгляд на иудаизм, да, и многие из них отрицают государство Израиль. Ну, немногие, скажем так, часть из них отрицают государство Израиль, или относятся скептически, да, к сионизму и так далее. Хотя, ну, если бы израиль не сионизм, то вполне возможно, что большую часть этих ультрадоксов просто бы не было сейчас. Особенно забавно, когда русскоязычный ультрадокс начинает критиковать Израиль, потому что, ну, если бы не государство Израиль, не сионистское движение, я думаю, в России бы, в принципе, не было сегодня какой-либо еврейской общины. Ну, скорее всего, просто бы ассимилировались. Я об этом скажу, как раз, когда начну говорить о своей личной истории, о чем вы спросили. Я помню начальный вопрос. Ну, мы можем к нему вернуться в любой момент. Да, да, ну, потом. А еще одна претензия – это то, что они пытаются монополизировать для себя, на себе, монополизировать понятие иудаизма. То есть только их представление об иудаизме, оно верное. Это то, что они пытаются как бы… Та повестка, которую они продвигают. Но это в любом обществе вообще так происходит. То есть есть группа ультра каких-то религиозных ортодоксов, которые вот говорят, что там только мы знаем, как Бог там и так далее. Это понятно. Это все, в принципе, стараются так говорить. Но одно дело говорить, другое дело пытаться это навязывать. Они пытаются вот эту повестку активно навязывать обществу. И тут даже проблема не в том, что сострадают другие направления иудаизма, с которыми тоже могут быть свои проблемы, да, и которые не такие уже зачастую белые и пушистые. Проблема не в этом, проблема, опять же, именно в идеологии, что иудаизм вообще, как и еврейская культура, и еврейское наследие духовное – это очень многогранная вещь. И когда мы сужаем его только до какого-то узко- ультра-ортодоксального момента, мы отсекаем огромное количество людей, которые в итоге не вернутся к этому, не придут к этому, не заинтересует то, что они евреи, это просто вредно. Это просто вредно с национальной точки зрения. Это интересно. По поводу, ну, моя история личная, то, наверное, тут более актуально даже не то, как я стал, почему я пришел как-то к мыслим о сионизме, потому что сионизм – это скорее следствие. Вот, и я, по-моему, в прошлый раз говорил, что я понимаю, сионизм скорее не как какой-то призыв к репатриации, к колье, к тому, чтобы уехать в Израиль, а именно как элемент такого национального самосознания. Тут, поэтому, как бы первично, это то, как я осознал себя евреем. В принципе, я родился евреем, то есть, как бы это была некая данность, у меня оба родители евреи, а просто первые, сколько, более чем 20 лет жизни меня это не сильно беспокоило. То есть, я это знал, я там из-за этого иногда дрался, да, получал по морде, там, бил морды, но не сильно из-за этого переживал, да, то есть, это как бы, ну, как бы параллельно шло. Вот. Я из очень ассимилированной семьи, то есть, максимально, потому что у меня большая часть родственников уехала в Израиль еще в начале 90-х, но именно мой отец и мама, они были очень, как бы, ну, отец был, мама и остается, да, они очень именно были привязаны, привязаны к России, ну, в каком смысле, в смысле именно духовном. Я тоже привязан к России, я тоже часть России, но они именно разделяли, они, прежде всего, себя считали россиянами, да, там, до этого, там, гражданами, там, советскими. Может быть, даже кто-то православный из них. Нет, нет, вот этого не было, никто не крестился, нет. Вот, наоборот, они к религии относились, к любой религии очень скептичные. А, то есть, советские люди, да, такие? Советские люди, абсолютно советские люди, да. И это была как раз причина, почему они не уехали, когда вся семья стала уезжать, почему они не уехали, отец это было довольно такое, ну, идеологическое решение, отец сказал, что нет, мы остаемся, потому что это наша родина. Ну, вот, ну, имелось в виду уже, уже не СССР, там, в 91-м году уезжали остальные родственники, имелось в виду уже, ну, в 92-м, даже, по-моему, уже Российская Федерация. Вот, теперь, как я пришел к еврейской теме, это было достаточно случайно, но потом, как бы, это развилось, и тут было несколько факторов, и был фактор некого, ну, не разочарования, а некого пессимизма в части восприятия российской действительности, как она есть, да, и потому что я, собственно, в след за отцом был довольно, как сказать, патриотично настроен, но я хочу объяснить, что имеется в виду патриотично, патриотично, я и сейчас патриотично настроен к России, но патриотично вот именно в части, что я, то есть я видел, как бы, я видел свой патриотизм через призму того, что я должен делать постоянно какой-то вклад в Россию, да, вклад в процветание страны, что-то делать для России, да, то есть я не могу быть просто созерцателем, просто быть лояльным, да, просто желать чего-то хорошее, я должен что-то делать, а поэтому, например, пошел на госслужбу, да, когда закончил университет и работал юристом в системе органов юстиции, да, то есть, можно сказать, правоохранительная система, да, то есть я, мне хотелось сделать вот этот вклад, мне это было важно, и были моменты, которые меня разочаровывали, да, то есть, скажем так, у меня было еще такое видение немного, что я такой маленький солдат империи, да, который вот помогает этой большой машине, которая там делает очень важное дело, вот это современное российское государство, да, и были моменты, из-за которых я начал по себе разочаровываться, потому что одно дело, когда ты смотришь телевизор и воспринимаешь это теоретически, а другое дело, когда ты начинаешь проводиться в этой системе, я продвигался в этой системе, я занимал там более, ну, постепенно, да, я не дошел до каких-то верхов, естественно, да, я уволился где-то, мне было, не помню, сколько, 26 или 27 лет, вот, но я уже как бы дослужился до определенного какого-то среднего уровня, вот, и я видел эти минусы, нельзя сказать, что они меня шокировали, нельзя сказать, что вот, вау, у меня все, там, рухнул мир, нет, но у меня упали очень сильно розовые очки, то есть, вот, которые добыли, они у меня упали, и у меня была вот такая некая идейная пустота внутри, да, а я человек, которому нужна, я посчитаю, что это очень важно иметь какую-то идею внутри себя, это то, что позволяет тебе держать твою спину прямо в тяжелых жизненных ситуациях, так вот, и вот я находился вот в таком состоянии, такого духовного поиска, и я помню, что я занимался тогда каким-то видом спорта, я постоянно каким-то видом спорта занимаюсь, где-то вот, причем я начал заниматься уже, когда стал заканчивать институт довольно, то есть, ну, довольно поздно, обычно люди раньше занимаются, занимаются, так вот, чем-то я там занимался и шел в какой-то тренировке, и это было в районе метро Марина Роща, и что произошло, короче, я иду и вижу, что несколько пацанят, там, 14-13, ну, совсем там, шкалатроны, вот, дают педали мужику, который там в шляпе, с пейсами, в таком вот длинном черном сертике, ну, короче, он для меня выглядел как типичный еврей, то есть, ну, он и был евреем, да, а теперь сегодня я понимаю, что евреи очень разные, как бы, это все абсолютно, как бы, да, то есть, то, что человек, например, одет именно так, вообще не говорит, на самом деле, что он еврей, одеться так может любой человек в теории, даже там специально, чтобы выдать себя за еврея, неважно, но тогда для меня это было, ну, как и для большинства, просто, вот, мы, наших слушателей, да, это вот типичный еврей, а тут есть типичная какая-то шпана, которая его председает, и что-то ему там орало, что-то они морали оскорбительное, именно на еврейскую тему, я сейчас уже не помню, там, по-моему, были какие-то оскорбления, вот, и я вмешался, там не было какой-то драки, они просто, когда они увидели какую-то реакцию со стороны, как бы, да, другого прохожего, они, как бы, сразу эти ребята ушли, вот, но что меня, как бы, поразило, и что меня очень сильно задело в той ситуации, вот этот еврей, надо сказать, что он, как бы, он там вчера проворчал мне спасибо и просто пошел дальше, что меня по-настоящему задело, что, вот они ему давали, по-моему, пендели давали, вот, по заднице, он никак не реагировал, то есть он, как бы, принимал эти пендели практически как должное, то есть, типа, да, ну, да, вот так вот, типа, наша судьба такая, получать пендели. А вас не расстроило то, что другие люди, которые тоже там были, они тоже никак не реагировали? Да, но больше у меня даже не реакция других людей, да, то есть я, видимо, какие-то, вот, элементы такого национального самосознания, видимо, у меня всегда были, я всегда понимал, что прежде всего сам человек отвечает за себя и близкие его отвечают за него, то есть ждать помощи просто от людей, то есть хорошо, если помогут, но требовать от них помощи, ну, я считаю, это, как бы, не совсем адекватно, это не совсем адекватно, надо всегда рассчитывать на свои силы и, да, там, на, как бы, если кто-то, человек с тобой как-то связан, на нем есть какие-то обязательства помочь, вот. Я очень расстроился, что вот он вот так, немного потерпильски, да, себя вел, этот религиозный товарищ, меня это задело, и я решил, я начал, как бы, читать, смотреть, как бы, узнавать больше, там, что-то о евреях, то есть я начал думать, почему-то, почему он так себя повел, и я решил, как бы, начать копать этот вопрос. И так постепенно я, там, не знаю, я начал читать, там, я, там, я вступил через соцсети в какие-то еврейские группы, стал образовываться, потом меня попросили начать администрировать группы, я стал администратором группы, потом пришел первый раз в синагогу, ну, и вот так оно завертелось, вот так оно постепенно пошло, вот. А сионизм, он уже возник дальше, сионизм, это скорее, скажем так, сионизм для меня, это как раз вот некий такой здоровый тип еврейского самосознания, основанный не на том, что надо просто молиться, да, молиться, 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 а когда нам бьют пендали, ну, склонять голову и говорить спасибо, вот. А это здоровое самосознание, когда евреи, у них есть некая здоровая гордость за свою национальность, они готовы себя защищать, и при этом они нормально взаимодействуют с окружающим миром, да, то есть они интегрированы в этот мир, они могут выстраивать, естественно, какие-то контакты, связи и так далее. Интегрированы, но не до степени ассимиляции. Да, конечно, ну, естественно. Ну, вот, кстати, история, которая... Когда идет ассимиляция, это уже отсутствие национального самосознания, то ты хочешь как бы уйти от него. И поэтому для меня сионизм, это прежде всего такой вот естественный здоровый путь в еврейство. И как бы в целом, я считаю, вот такой подход, если переносить его на другие нации, то он мне всегда тоже импонирует, то есть мне всегда импонируют люди, у которых есть такая здоровая национальная повестка. Ну, история, которую вы сейчас поведали, да, она мне напомнила историю другого человека, который тоже вырос в России, и он в молодости был, значит, русским националистом активным, а потом он в какой-то момент, значит, обнаружил, что у него есть еврейские корни, переехал в Израиль, взял другое имя, и... Этого человека звали Альберт Эйнштейн? Нет, этого человека звали Авром Шмулевич. Авром Шмулевич? Я думаю, что... Я не очень знаю историю Шмулевича. Но изначально его звали как-то вроде там Вася Иванов или что-то такое, но потом он поменял имя. Я, честно говоря, не знаю, то есть я слышал об этом человеке, я не думаю, что он был русским националистом, хотя не могу знать. Нет, он был очень активным русским националистом, причем достаточно радикальным, и потом вот его... Я не знаю, возможно, его мировоззрение поменялось, потому что он вот узнал... Я могу сказать... Обнаружил у себя еврейские корни. Может быть, он так же, как вы, вот тоже в чем-то разочаровался в российской действительности. Я могу сказать, что я знаю одного человека, который был в России скинхедом, это еще был конец 90-х, да? Но он такой был адекватный скинхед, ну сколько скинхед... Ну, скинхеды разные бывают там всякие... Ну, скинхеды разные, но это потому, что он там не мочил там никого и так далее. Но все это были абсолютно там, ну, были нездоровые у него вещи, вот, тем не менее, да? И он обнаружил у себя еда, еврейские корни, и он стал потом постепенно как-то погружаться в еврейскую тему. И в итоге он уехал в Израиль, сейчас он там уже женился, у него, по-моему, там трое или четверо детей. В итоге он сейчас, короче, поселенец в Иудее и Самарее, вот как раз вот на этих, да, спорных территориях, да? У него там огромные поицы, там огромные... Я просто знаю этого чувака, вот. Вот, и вот, он, как бы, такой очень израильский такой, очень правый чувак, да, правых взглядов, вот. У него есть фраза, которую он периодически говорит, когда его спрашивают, а где кончается земля Израиля? Он говорит, в том месте, до которого достреливает мой М-16, вот. То есть он достаточно, достаточно таких, ну, такого крутого, крутого нрава по-прежнему. Смотрите, у меня такого не было, потому что я, ну, во-первых, я не был никогда русским националистом, я знал, что я еврей, вот. Ну, есть русские националисты с еврейскими корнями. Не-не-не, ну, я, смотри, я же себя осознавал всегда прежде. То есть все равно, я, мне это не беспокоило, но я понимал, что я еврей, я осознавался евреем все равно. Вот, я не называл себя русским. Теперь, как сказать, у меня всегда было хорошее отношение к русскому народу и к здоровому русскому национализму. К сожалению, я просто его очень редко встречал. Сейчас он более постепенно, как бы, развивается, но тоже его мало. Именно здорового, не негативного, без зигометов, без всех этих шизоидов, жидоборцев и прочих товарищей. Ну, вот. Но я, как сказать, я был именно, я и остаюсь, как бы, но я сейчас, это у меня абсолютно в спокойной форме, я был именно патриотом государства. То есть, для меня было важнее именно государства. Я видел свою функцию, чтобы делать вклад именно в развитие государства. Такая имперская национализма. Да, 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 имперская, совершенно верно. То есть, именно вот, ну, я же говорил, что вы маленькие солдати к империи, да? Вот. Это я так себя видел. В этом плане как раз еврейский национальный подход, он от среднерусского очень отличается, потому что среднерусский, он как раз доимперский. Это не национализм классический, это именно имперский подход. Вот. У евреев это именно более, у евреев вот этого имперского очень мало, потому что при этом не было никогда еврейской империи, да? Она была там очень непродолжительное время, и то это нельзя назвать империей. Это такие полумифические времена царя Давида и Соломона. Вот. Поэтому, то есть, во-первых, у меня было соотношение с государством, а во-вторых, ну, все равно у меня это всегда было, как сказать, у меня всегда это было, как бы, в таком более спокойном русле. Просто, просто мне, да, было важно иметь идею, и это не изменилось, как бы, и это так и сохранилось. А в моем отношении к России, собственно, изменилось то, что я сегодня не считаю, что я должен, как бы, активно участвовать, как бы, да, вот в этой повестке, да, в, как сказать... В том, чей Крым, в частности? В том, ну, если, да, про Крым, да, в том числе. Не должен участвовать активно в строительстве государства, не должен, по крайней мере, как вот в рамках того, чем я сейчас занимаюсь, да, не должен участвовать в продвижении каких-то, какой-то государственной идеологии. Я люблю Россию, я лояльен на Россию, но, как бы, на этом все. Ну, вот. Теперь, если когда-нибудь я пойду по какой-то причине в российскую политику, то, естественно, ситуация изменится, да, я буду говорить про именно, про какой-то более широкий круг интересов, да, про какую-то более широкую повестку. На данный момент оно так. На данный момент оно так. То есть вы все-таки рассматриваете для себя, вот, как будущее, это именно оставаться в России, не переехать, допустим, в Израиль. Смотрите, я не знаю, это жизнь, она может сложиться по-разному. Я могу сказать, что в 17-м году мне предложили идти на выборы муниципальных депутатов, и я отказался по двум причинам. Первая причина, она была в том... Начинулся второе. Вторая была в том, как раз, что, ну, это слишком такие выборы малозначимые. Хотя сейчас я уже понимаю, что как-то не странно, может быть, я, по крайней мере, своему району могу чем-то помочь. Потому что у нас на районе много очень таких бытовых социальных проблем, которые до сих пор не решаются, а так бы я мог бы сделать свой вклад. Вот. Но я тогда решил этого не делать, то, сколько бы, ну, смысл. Я понимал, что я могу, причем, реально, ну, вполне реально выиграть. Потому что эти выборы на них, на тогдашние выборы, ну, было мало давления, и можно было, в принципе, независимым чуваком пройти. Вполне реально. Вот. А поддержка каких-то, да, люди, волонтеры у меня были, да. Теперь вторая, первая, точнее, это была вторая причина. Первая, основная, это то, что я понимал, что если я пойду в это, то пусть я даже иду на муниципальном уровне, то меня могут начать, как будто я как раз тогда должен формировать свою позицию по совершенно более широкому кругу вопросов. Плюс я понимал, что, наверное, совмещать это с активной еврейской деятельностью будет довольно тяжело. То есть можно, но тяжело, и это, и вправду, одно не должно влиять на другое. Потому что я считаю очень важным, очень неправильным, когда люди, которые подизорнируют себя как евреи, да, начинают вдруг заявлять свою позицию по каким-то внутриполитическим российским вопросам и вмешиваться в эти вопросы. То есть ты можешь иметь любую позицию, но тогда, как бы, в этот момент не надо говорить, там, вот я раввин, и я призываю голосовать за того-то. Это не, ну, на мой взгляд, это неправильно. То есть это надо разделять. Ты не как раввин призываешь, ты призываешь как гражданин России тогда. Это надо очень четко разделять. Вот. Это касается, я считаю, ну, должно касаться не только еврейской религии, это касается, вот, по идее, должно касаться, это некий универсальный подход, да, он должен касаться всех, вот. Опять же, это не какой-то, не в обязательном порядке, но с этической точки зрения так должно быть, на мой взгляд. И вот потому что я не был готов, как бы, как-то, не то чтобы прекратить, но более отстраниться от еврейской деятельности, это та вторая причина, почему я не пошел на те выборы. Что будет дальше, я не знаю. Повторюсь, я, ну, при том, что я, как бы, очень много ребят, которые ходили ко мне, в итоге поехали в Израиль. Мы многим помогли там абсорбироваться, там, через, там, наши, благодаря нашей общине, там было создано много, много еврейских семей. То есть, ну, мы сделали очень немаленький вклад в еврейское самосознание русских евреев. Что будет дальше, мне неизвестно. Лично я очень привязан все равно к России. Я очень по ментальности, при том, что у меня, как бы, вот это важная во мне есть часть, это еврейское самосознание, я по ментальности очень, очень российские, русские, это и правда довольно, это, это можно пытаться разделять эти понятия, но они вместе с тем и довольно связаны. Они на силу имперскости. Не, ну, много же русских евреев, там, Кобзон покойный, там, этот самый, Розембаум. Сто процента, да. Сто процента, да. Это очень сильно переплетено. Ройзман, вот этот вот мэр Екатерина. Ройзман, да. Но они, это очень разные люди, вы называете, с разными мировоззрениями. Да, но они все именно вот такие русские евреи, как бы, понимаете? Русские евреи, сто процентов, да. Как бы русскость переплетена с еврейской сентенцией. Да, с еврейскими сентенциями. И вот поскольку у меня оно так, то я вполне допускаю, что я не просто там останусь навсегда в России, что я как-то буду в рамках России делать какие-то проекты, не только связанные узко с еврейством, да. Но на данный момент я занимаюсь еврейской деятельностью, это для меня основное, и я занимаюсь этой деятельностью в России. То есть я планирую, мои ближайшие планы, это, да, если человек предполагает, Бог располагает. Мои планы, оставаясь в России, заниматься еврейской деятельностью. Это то, что на ближайшее время. А вот ваши родители, кстати, они как отнеслись к такому изменению вашего мировоззрения, и тому, что вы стали сионистом, и вот как бы еврейская идентичность для вас является теперь главной? То есть вот ваш отец, как бы мать, как они отнеслись к этому? Ну, мама со временем поддержала это, то есть, как бы, да, на это ушло не один год, да, ушел. Смотрите, вообще, когда человек делает в еврейской традиции такое понятие, это шва. Шва, это как бы, это, как сказать, шва, это некое, это понятие имеет несколько переводов, это некое возвращение, да, к чему-то, да, это и некое, как бы, шва, это некое покаяние, что ли, одновременно, да. Вот человек, когда он делает шву, тот шву имеет в виду возвращение к еврейству, да, человек, который ассимилирован абсолютно, вот он возвращается, то он очень часто встречает непонимание родственников, это классическая вещь. Потому что, ну, потому что, понятно, родственники, это обычно родители, они воспитаны, наверное, в другой культуре, в других абсолютно мировоззренческих установках. Если он становится религиозным, так это еще хуже, потому что это еще больше, как бы, это еще не просто идеологическая разница, это и бытовая разница, потому что еврейский иудаизм требует каких-то абсолютно бытовых моментов, да, там, кошерное питание, ну, очень много вещей в момент связано с питанием, с отдельной посудой и так далее. И это очень напрягает родственников. В вашем же случае, смотрите, у вас же получается... Поскольку у меня не было вот этого религиозного... Да, 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 религиозного аспекта. Он был, да, но он был в очень такой адекватной форме, что называется, да, то у меня не было сильного конфликта с родителями, мама со временем это все приняла, отец, он умер, он скончался, когда, там, где-то через год, вот, после того, как я начал это входить, это произошло уже 9 лет назад, он, скажем, как он скончался, вот. И, как сказать, он этого не понял, то есть он этого не понимал, он не препятствовал этому, потому что, опять же, как бы, то есть надо понимать, что он был очень ассимилированный и очень такой советский человек, но при этом у него были все равно... То есть почему я всегда себя считал тем не менее евреем? Какие-то еврейские аспекты, вот эти, они все равно были, то есть они все равно существовали у нас в семье. То есть, например, там, когда, там, не знаю, когда, там, не знаю, у меня в школе там были проблемы, там, да, я с кем-то там конфликтовал, там, дрался, там, не мог себя, наоборот, защитить, у отца была всегда такая позиция, что ты не можешь себе позволить быть славным, ты еврей. Хотя, казалось бы, какая связь, да? В принципе, нельзя себе позволить быть славным, почему? Ну, потому что ты еврей, да? Но он-то подчеркивал, что, типа, как бы, если ты еврей, ты должен уметь за себя постоять, а у меня это не получалось. В школе у меня это вообще не получалось. Вот, то есть он давал на это, как бы, упор, да? Он, понимаешь, после этого уже, под его влиянием, я впоследствии уже когда-то, да, ну, уже там, после института уже начал заниматься вот тем же спортом и так далее. То есть он все время этот момент как-то педалировал. Или, например, там, то, что он мне все время говорил, что, не знаю, там, ты должен учиться лучше других, потому что ты еврей. Тоже не очень понятная связь. Ну, а почему это, ну, нет евреев-идиотов, вот я сейчас точно знаю, что их полно. Их просто дофига. Но, тем не менее, вот он, как бы, делал на это упор, да? Потому что ему это было важно, да? Вот это все-таки, вот эта еврейская составляющая. Он мне все время объяснялся и говорил, что надо жениться в итоге на еврейке. Мама, чтобы характерно этого не говорила. Опять же, непонятно почему, потому что, в принципе, и что говорила моя мама и мой папа, их общая позиция была, что все люди одинаковые. И, кстати, это правда. Все люди, как бы, все люди не одинаковые, они равны, но не одинаковые, да? Но равны при этом, да? Равны в чем? Равны в правах. Но при этом все люди, но они не одинаковые, в том смысле, что они разные. В каких правах? А? Я вообще про общегражданские права. Общегражданские права, которые признаются в рамках какого общества? Еще раз. Общегражданские права, которые признаются в рамках какого общества? Что это за права такие? Вы имеете в виду права человека? Я имею в виду права человека, конечно. Которые раздаются... Дело в том, что права человека это не гражданские права. Потому что гражданские права это те права, которые даются государством. А права человека, они как бы наделяются... Им наделяется каждый человек вне зависимости от своего гражданства. А кто наделяет человек этими правами? Не государство? Нет, вот в том-то и дело, что есть... Я так понимаю, что люди, которые верят в права человека в целом, они верят в то, что некие надгосударственные институты должны следить за тем, как соблюдаются права человека в каждом конкретном государстве. И если какое-то государство, допустим, плохо исполняет права человека своих граждан, то допускается внешнее вмешательство. А, я понял. Я в это не верю. Смотрите, я верю в права человека как некую абстрактную ценность. Это правда, да. Я думал, вы просто про это скажете. Нет, это же тоже абстрактная ценность. Тогда да. Но наделяется, конечно, наделяется правами человеку, именно государством. Пока у нас все-таки не либертарианские общины, и не, как это называется, ЧОПы должны все охранять, независимые. Частные. Да, да, да. Пока у нас такого нету. Но это никогда не наступит. Это понятно, что это никогда не наступит. Так вот, пока у нас такого нету, это некая утопия вообще. Именно такое либертарианство в виде анархокапитализма. Нет, ну, дело в том, что если вот эти вот, как бы, разговоры о правах, это всего лишь, ну, некий набор таких культурных фантомов, и это некая утопия, и государство, оно не вполне может всегда гарантировать соблюдение вот этих самых абстрактных прав человека, то я считаю, что в принципе апеллировать к ним, и как бы это бессмысленно. То есть говорите о том, что все люди равны, потому что у всех есть права человека, но при этом это абстракция, и разные государства в разной степени могут этим наделять. Стоп, стоп, стоп. Все люди равны, потому что я это так вижу. То есть я считаю, что все люди, когда рождаются, это мое личное мнение, они, как бы, ну, у них должны быть равные права, это мое мнение, да? Теперь, кто их может наделиться? Тебе, как только государство. Как добиться строить нормальное государство? Только так этого можно добиться, чтобы, да, каждый человек, где он и находился, делал свое государство вот, вот, как бы, таким, который будет наделять людей права. Вы очень, не очень правых взглядов придерживаете, потому что обычно, вот, как раз, носители, ну, те, кто, скажем так, в правой части политического спектра находится, ну, сильно вправо, да, они не верят ни в табулу раса, да, то есть не в чистый лист, что каждый ребенок, рождающийся, он, там, примерно одинаков, там, любому другому младенцу розовому, и, соответственно, в равные права тоже они не верят. Смотрите, давайте, давайте, я могу об этом сказать, да, смотрите, когда мы говорим про равные права и равенство, и одинаковость, это разные вещи, это не одно и то же, равенство, да, это разные вещи. Теперь я не готов говорить за людей правых взглядов, они очень разные люди правых взглядов, ну, я точно не радикально правых, вот, и я точно, скажем так, я за либерализм, да, за правый либерализм. А вам больше нравится экономический или политический аспект либерализма? Мне нравится, конечно, больше экономический, естественно, вот, потому что политический аспект либерализма, он очень... Ну, вот здесь наши позиции сходятся. Да, он очень просто абстрактный, вот он как раз, да, абстрактный. Так вот, что такое равенство, да, что такое то, что люди рождаются равными? Это значит, что, условно говоря, ребенок, родившийся, там, в Нигерии, или ребенок, родившийся, условно, в Швеции, они по некому своему, по неким наборам естественных этих прав, да, которые должно давать государство, которые, ну, вот, которые общие для, скажем так, для граждан... Подождите, так если это естественные права, то как их может либо давать, либо не давать государство? Если их дает государство, причем разное государство в разной степени, значит это права неестественные. Я говорю с точки зрения теории общественного договора. Просто проблема в том, что этого договора достаточно... Еще раз, я говорю свою точку зрения, мы не берем некую работающую машину. Понятно, вообще история человечества направляется людьми. И сегодня у нас либеральная демократия, а завтра хрен знает что. Поэтому это вообще отдельный момент, что все это не постоянно. Я говорю про некую вещь, которую я раздевляю, в которую я верю. Так вот есть некие естественные права. И что у ребенка в этой Нигерии, что у ребенка в Скандинавии, у них одинаковые наборы этих естественных прав. Теперь дальше эти дети, они рождают абсолютно разными, они не одинаковые. Они равны, но они не одинаковые. И, например, ребенок, который родился в Швеции, условно говоря, он родился в более благополучной семье. Ему будет в этом плане полегче в жизни. Он родился в более благополучной стране. Но зато у ребенка, который родился в Нигерии, член больше. Ну вот так вот, у него писька больше. Если он приедет, там, не знаю, и стоит он у него дольше и лучше. И он приедет, когда в Швецию, он больше потрахает шведок, чем вот этот местный швед. Вполне возможно, вполне возможно. Затем он сильнее этого шведа, ну просто физически, он крупнее. У него лучше генетика. Равенство? Нет, не равенство. У этого богатые родители, а у этого большая писька. Они не одинаковые. То есть они равны по правам, но они не одинаковые. Это абсолютно не одинаковость. И вот про эту неодинаковость... А если человек родился в Бангаладе, это нищая страна, маленький пенис. Ему очень не повезло. Ему очень... Он имеет те же самые базовые права, но он очень не одинаковый. Вот о чем речь. Он очень не одинаковый. И, собственно, вот я считаю, что... Как сказать, в чем проблема правых, которые выступают против каких-то наличия вот этих естественных прав? Эта проблема в том, что, собственно говоря, многие репрессивные законы, которые сегодня действуют против тех же правых, вот эти правые, да, вот такие, да, антидемократические, если так их можно назвать, они, в принципе, их поддержали, если бы они работали против левых. Они, в принципе, на ту же тему. Им просто не хватает где-то тупо мозга понять, что вот эти законы репрессивные, они будут... Они сегодня работают против левых, а завтра они обратятся против своих же, против правых. А послезавтра против еще кого-то. В принципе... Но это и с правительством будет меняться часто, они будут так... Оно будет всегда меняться, смотрите. Так, вместе с правительством будут и законы меняться. Что, что говорите? Вместе с правительством будут меняться и законы. Вместе с правительством будут меняться и законы. Отчасти да, отчасти нет. Некий репрессивный уклад государственной системы, он во многом остается. Он остается и не меняется. И единственный способ обеспечить себе некую безопасность, это как раз демократический и здоровый либеральный подход в части законодательства. Потому что когда начинается вот эта тема, что в принципе, кто вводил 282 статью, для чего она вводилась, которая сейчас частично декриминализована? Она вводилась, чтобы во многом бороться с каким-то радикальным национализмом. Это понятно. Против кого она в итоге обратилась? Против абсолютно всех. Последние, кого начали мочить по этой статье, привлекать, это были вообще либералы. А когда эту статью вводили, те же либералы радовались. Я был тогда подростком. Я могу вам назвать категорию населения, против которой эта статья не будет применяться. Это, собственно, те, кто у власти находится. Поэтому, в принципе, здесь этот закон... Понятие тех, кто у власти, это очень абстрактное понятие. Ну, есть определенная группа, да, закрытая, допустим, людей у власти. И когда они этот закон принимали, они имели в виду не конкретно националистов, они имели в виду вообще любую оппозицию, которая может составлять им, скажем так, угрозу для них. Закон принимался в 96-м году. Насколько я помню, 282 статья входила в 96-м году. В 96-м году я тогда был еще школьником. Да, там имели место определенные события, но эти события нужны были именно для того, чтобы Госдуму склонить проголосовать за этот закон. То есть эти события носили искусственно инспирированный характер. Еще раз, не-не-не, 96-й год, это не 93-й год. 96-й год, это когда Ельцина переизбрали. Нет, я понимаю прекрасную разницу между протестами 93-го года и тем, что там... Да, это просто разные, и там не было протестов. Нет, там были протесты, я могу напомнить, что произошло. Я понимаю, о чем вы говорите, они несравнимы. Они несравнимы. Тогда была некая, и вправду, реально глобальная угроза. Глобальная. В 93-м году, да, была глобальная угроза. А вот как раз накануне принятия этого закона, там, значит, был футбольный матч, значит, где сборная России проиграла сборной Японии. И в центре Москвы на улице вышло очень много футбольных фанатов, которые жгли машины прямо непосредственно у здания Госдумы. И там были люди, которые раздавали просто арматуру, раздавали бутылки с зажигательной смесью, там побили витрины магазинов. То есть по масштабу это, конечно, меньше намного, чем протесты, которые были в 93-м году. Это намного похожая ситуация была, да. Но это все происходило у стен Госдумы, да, и это было нужно, чтобы напугать депутатов, чтобы они более активно голосовали за этот закон. Смотри, я же, я не думаю, что это произошло из-за этого события. Ну там буквально на следующий день был принят вот этот закон. Ну, если вы понимаете, как работает законодательная система, она не принимается в любом случае за один день. То есть, значит, он должен был пройти уже три чтения, значит, он в любом случае должен был приниматься. Это могла быть последняя некая капля, что давайте третье чтение делать не через неделю, а завтра. Но он в любом случае, значит, готовился к принятию, в любом случае приняли. Повторюсь, я тогда учился в школе, я прекрасно помню, ну, там, я не знаю, кто сейчас, знаю, как бы, но это не настолько меня интересует, да, сейчас вот тенденции, скажем так, совсем молодежной среде, совсем молодежная, я имею в виду школьная среда, да, но сегодня это как бы тенденции, это там те же, там, те же, там, феминизм, да, там, те же, там, не знаю, там, молодые ребята, стоящие, там, за Навального. Сегодня вот эти молодежные субкультуры, они немного изменились. Тогда основной доминирующей субкультурой, субкультуры, это были школы, я учился в московской школе, не самый плохой, не самый хороший, не, это была, ну, средняя температура по больнице. Были две, три основные субкультуры, это были рэперы, это были панки, и это были, собственно говоря, скины, да, и скины тогда доминировали. Они вот прям херачили всех, и тогда поднималось РНЕ, если помните, что это. Да-да-да, я помню. У них, я знал ребят, которые, это были мои одноклассники, которые там состояли в РНЕ, они делали огромные марши по Москве, это было некое, если ты, там, к ним, то есть, парень, который учился со мной в школе, он ходил по улице, он там занимал в этом РНЕ какую-то позицию, да, вот, я, как вы понимаете, был от этого отстранен, да, довольно, да, вот, меня это мало интересовало, но тем не менее, он занимал там какую-то позицию в этом РНЕ, ему милиционеры отдавали честь на улице, это был там, не знаю, мы было там, не знаю, в тот момент, сколько, 14 лет, там у него был какой-то шеврон, он ходил, 96-й год, ему отдавали, или 90-й седьмой уже, ему отдавали честь. Ну, милиционеры показывали таким образом солидарность, вот. Понятно, ну, понятно, это, понятно солидарность, да, и многие говорили, что вот-вот сейчас эти силы начнут доминировать, да, и надо, чтобы постепенно приходить к власти, да, то есть, для чего был принят этот закон, короче говоря, для того, чтобы, потому что была угроза, там, вот этого радикального русского национализма, и надо было эту угрозу... Ну, закон принимался сильно позже, чем произошел разгром РНЕ, а разгром РНЕ, он начался, во-первых, с откуда региональных структур, плюс вот это знаменитое видео с Баркашовым, где силовики прорвались к нему в офис, положили на полах охрану, и Баркашова заставили на камеру сказать, что он извиняется, там, перед... Я, кстати, не уверен, что это не 96-й год, я же, я не уверен, что это не 96-й год. Это примерно то же время, да. Вот, вот я как раз думаю, что это как раз, как раз, то есть, когда вы говорите, что закон принимался после уже разгром РНЕ, я не уверен совсем в этом, это надо смотреть. Ну да, надо, может быть, действительно, хронология у нас немножко хромает. Вот, вот, я думаю, как, по-моему, это 96-й, 97-й год, как раз, начало принят закон. Закон был принят, чтобы замочить русских националистов, которые были, да, радикальны, которые были сильны и так далее. Я прекрасно помню, как там, по ТВ тогда, я смотрел ТВ, там, да, выступали те же, тот же, там, лидеры, не, лидеры, да, либерально настроенных граждан, и все такие, вау, какой замечательный закон, давно пора, правильно. Прекрасно прошло 20 лет, больше 20 лет, и по этому закону стали тягать либералу. Да, а тогда они были у власти, да, а теперь их стали тягать по этому закону. Поэтому, когда мы говорим, что есть группа населения, которую этот закон никогда не тронет, это абсолютно ошибочная вещь, потому что группа населения под названием власть, это не группа населения. Сегодня у власти одни, а затем, как ни странно, не могут измениться. Ну, это, безусловно, так, и, да, это сильно. У этого человека, мы вот сегодня, у этого группы даже в целом населения людей, которые, группа, скажем так, власти в целом может измениться, но один перемен может выпасть из этой, да, из этой каштуры, прямо в пыль. Нет, я понимаю, о чем вы говорите, я понимаю вашу линию аргументации, но проблема состоит в том, что, когда меняется часто правительство, то не обязательно даже в обществе, ну, то есть, допустим, мы можем представить общество, где нет таких репрессивных законов, да, и никто так не преследует оппозицию, там, по каким-то надуманным статьям за экстремизм, но, тем не менее, очередная смена правительства, она может сулить как раз то, что такой закон просто в какой-то момент будет принят. Может быть принят закон, так почему такие законы принимаются, потому что как среди правых, так и среди левых. Среди левых просто, ну, для современных левых регуляция, чего, регуляция общественных процессов, это естественная вещь, понятно, что они за это выступают. И хреново, когда за это выступает часть правых, не понимая, что, когда вы выступаете за это, это как раз тот кукан, на который вас потом могут лично вас и посадить. Да, кукан. Да, и это очень грустно, что есть дебилы, которые этого не понимают. Это очень грустно, что такие есть люди правых. Нет, ну, с другой стороны, совсем без регуляции, совсем без законов, тоже в обществе существовать не может. Нет, очевидно, что должно быть, я сказал, что это все анкап, это не утопия, должно быть законы, должно быть государство, понятно. Ну, если в государстве будут законы, в любом случае будут законы репрессивные. Еще раз вопрос, в том, что это за законы. Естественно, ничего не надо доводить до некого абсолютизма. Вопрос, что это за законы. И, на мой взгляд, как раз правая идея, она должна заключаться в том числе, чтобы была максимально свободная политическая конкуренция. И правым это выгодно, потому что, в принципе, в западном мире... В демократическом обществе, да. Да, да, да. Если бы была именно свободная конкуренция, правые взгляды постепенно начали доминировать, и правые стали побеждать, несмотря на все хреновые демографические тенденции. Это просто когда вы сказали... При широком горизонте планирования, да, но в ближайшие, допустим, при коротком горизонте планирования, левые могут прийти к власти, просто наобещав обездоленным слоям населения больше социалки, больше каких-то ништяков за счет госбюджета. И поскольку бедных людей в обществе, допустим, периферийного капитализма, может быть, больше, они проголосуют за левых, и потом будут пожинать плоды этой политики. И отчасти, кстати, в этом проблема также израильского общества. Почему? Потому что вот эти вот самые религиозные ортодоксы в Израиле, которые не служат в армии, там меньше платят налогов, меньше работают, они имеют огромные семьи, и потенциально это огромный электорат, и даже правые партии, да, вот там, Наш Дом Израиля, Ликут, они вынуждены заигрывать с вот этим вот религиозным большинством, потому что, ну, это огромное количество голосов, как бы, да. Вы правы, вы правы в этом, но это нормальная ситуация, она абсолютно не противоречит тому, о чем я сказал, наоборот, лишь подтверждает. Левые придут к власти, обосрутся, и после этого придут правые. Ну да, но когда левые приходят к власти и обсираются, как правило, это сулит обществу, в котором это происходит, огромное количество жертв. Потому что у нас есть как бы опыт 20-го века, когда левые на популистских лозунгах приходили к власти, да, в России, в Тае, много где. И мы помним, чем это заканчивалось. Единственный способ, чтобы этого не было, это было, чтобы было демократическое общество. И тогда левых в итоге отстраняло. Нет, это не единственный способ, чтобы этого не было. Это один из возможных способов. Нет, но все способы остальные, когда мы говорим про различные, скажем так, авторитаризм, авторитарные вещи, связанные с узурпацией власти, они приносят точно так же негативные результаты. Точно так же. Эмпирически мы этого не знаем. Если мы исходим из тезиса о том, что практика это критерий стены, то на примере огромного количества стран Восточно-Юго-Восточной Азии мы не видим того, чтобы правоавторитарные режимы имели негативные последствия. Если мы говорим эмпирически, то в основном практически за резким исключением, а исключение, как мы знаем, подтверждают правила, за резким исключением почти всегда диктатура в итоге заканчивается провалом. Для той идеологии, которую эта диктатура продвигает. Проблема в том, что демократические режимы тоже не вечные, они тоже очень часто заканчиваются провалом. Все бывает. Но демократический режим при этом чаще всего бывает успешным. Нет, такой корреляции нету на самом деле между экономическим успехом и демократическим правительством. Потому что, еще раз повторю, в том числе и в 20 веке, и в настоящее время существует огромное количество стран, которые всю вторую половину 20 века стремительно экономически и промышленно развивались, и при этом у них не было никакой демократии, у них были правоавторитарные режимы. То есть это вся Восточная и Юго-Восточная Азия. То есть это как раз те страны, которые демонстрировали во второй половине 20 века наибольшие темпы экономического роста. Там никакой демократии не было, там были именно правоавторитарные режимы. У нас сегодня практически в всех этих странах, в том числе, есть так или иначе демократия. Вы абсолютно правы, что сама по себе демократия, как просто свободные выборы, не гарантируют экономического роста. Для того, чтобы был экономический рост, как-то не странно, должна быть в том числе, помимо демократии некой политической, должна быть демократия экономическая. Должно быть целый ряд... Экономически, безусловно, да. Все, что касается экономического аспекта либерализма, я с вами не спорю, я с вами полностью согласен. Должно быть целый ряд моментов, чтобы был экономический рост. Но без политической демократии на каком-то этапе, даже самые прогрессивные, то есть мы чего-то можем просто еще не увидеть, даже самые правильные правые режимы, они будут терпеть крах. Да возьмем то же самое Чили. Ну, Пиночет совершил, вправду, некое такое идеологическое, ну, прекрасное, экономическое, точнее, экономическое, прекрасное чудо. И что в итоге пришло, к чему пришло в итоге Чили? Там был абсолютный, абсолютный откат в левую сторону. Ну, откат произошел именно из-за смены правительства. Ну, а почему произошла эта смена правительства? Почему это все случилось? Ну, потому что, когда у вас авторитарная система, то люди ранее просто просто протестуют. Не важно, хороша она или плоха, она рано или поздно достает людей. Ну, я сейчас говорю, рано или поздно демократические режимы, они так же падают. Поэтому это не аргумент, что авторитаризм это плохо, потому что авторитаризм не вечен. Окей, давайте так. Нет, нет, давайте так. Я говорю, что авторитаризм это плохо, потому что рано или поздно он приводит к негативным последствиям. Демократические режимы тоже очень часто приводят к негативным последствиям. Когда мы говорим про некие стабильные демократии, которые существуют в мире, если мы говорим про демократии, которые давно уже демократии, то что, например, Россия здесь, я не думаю, что очень релевантен. У нас есть США, например, вот та прегпризализация, которая сейчас происходит в США именно из-за демократических институтов. Замечательно. Если бы не эти демократические институты, США не стали бы США. Согласен. То есть, окей, у любой монеты есть оборотная сторона. И вопрос, что перевешивают. И мой анализ истории, то, что я вот сказал до этого, вы упомянули про отдельные режимы в Юго-Восточной Америке. Да, вся Юго-Восточная Америке. Во-первых, они тоже стали демократизироваться постепенно. И та же, в том числе, Индонезия и так далее. Малайзия, там тоже пошла, во-первых, демократизация. Это, во-первых. Во-вторых, повторюсь. Ну, про демократию в Малайзии я много мог бы рассказать, но не буду. Я по ней, ну, вы согласитесь, смотрите, у меня просто там тоже помимо вас живут люди. Согласитесь, что это все-таки, оно стало намного более демократичнее, чем было там 20-30 лет назад. Вы же там общаетесь с людьми, да, с местными. Но если говорить в целом по миру, то те страны, те режимы, где была, в том числе, одно даже здоровая правая диктатура, после того, когда правая диктатура рухнула, она рухнет. Любая диктатура рано или поздно рухнет. После этого идет откат в абсолютно другую сторону. Любая демократия тоже рано или поздно рухнет и тоже произойдет откат в другую сторону. Это очень абстрактно, ведь, ну, хуже, Америка вот пока не рухнула, как демократия. Они 300 лет там уже почти, это более 200 лет, смотрите. Но это очень абстракция, да. Мы говорим про, что диктатура рушится, там, не знаю, в намного более краткий обозримый период. Ну, хорошо, верим, что республика, она была демократия. Я же говорю, мы должны рассматривать демократику, которую стоят в свете, а не которую там по 10-15 лет, а потом я Россию не беру. Вот, там, не знаю, ну, слушай, Испания, в Испании сегодня, у меня просто вот здесь много того... Ну, кстати, в Испании проблемы начались именно после перехода к демократии. Конечно, конечно, конечно. Если мы посмотрим на ситуацию при позднем Франка, то было все шикарно абсолютно. 100%, так Франка, так Франка, Франка особо вопросов нет. Вопросы к тому, что после того, как... То есть проблема как раз в демократии, понимаете? Нет, проблема не в демократии, проблема в том, что установив этот авторитарный, у меня был авторитарный режим, очень на долгое время вперед Франка настроил Испанию на антиправый лад. Сегодня быть в Испании правым до сих пор, до сих пор это зашквар. До сих пор. Ну, это конкретно сегодня, я еще раз говорю, испанцы при позднем Франка жили намного лучше, чем сейчас. Замечательно, это прекрасно, что мы с вами понимаем. Просто в какой-то момент, опять-таки, Франка передал власть королю, а король парламенту. И с этого момента началась чехарда, экономическая стагнация и очень много леваков в правительстве, которые приходили к власти. Они в любом случае, еще раз, они почему приходили к власти, потому что народа сочерпел Франка. Не потому, что быть правым зашквар, а потому что они наобещали кучу всяких благ, социалки и всего прочего. И они сказали... Да они же обещали, они уже давно не выполнили это обещание. Электарату испанского. Они ничего не выполняли, они не в состоянии это выполнять никогда. Еже, это уже ситуация там больше 40 лет. Конечно, но никогда. Это более 40 лет ситуация там длится. Вы что думаете, люди там не успели расчариваться в левых? Ахмеджи, 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 ахмед Если выбор между демократией и правым авторитаризмом, я убираю право авторитаризма. Да замечательно, я тоже, только он в итоге пиздой накроется. Ну да, и демократия тоже в итоге накроется. Нет, ну пока в Америке за больше 200 лет не накроется. В Америке, да, а вот в той же самой Испании мы видим, что ему это привело. Нет, пока она еще тоже не накрылась. Она уже давно накрылась, как бы. Потому что Испания это одна из самых беднейших стран современного Евросоюза. Сравните ситуацию в Испании в экономике при позднем франка и современная. В Испании мне не очень нравится, что демократия в Испании существует. Вполне пока еще. Хотя Испания не нравится. Давайте сравним ситуацию при позднем франка и сейчас, что в Испании происходит. Вера, почему так случилось? Почему вообще так произошло? Потому что франка передал власть королю, а король парламенту. Если бы этого не произошло, не было бы пиздиться. Он в любом случае передал власть, потому что он все это время удерживал власть. И сегодня... Он мог передать власть своему преемнику, который бы продолжил проводить право авторитарной политики. Да не продолжил бы он. Ну не продолжил бы он. Но почему все авторитарные режимы на каком-то моменте рушатся? Эту систему невозможно вечно поддерживать. Именно в момент, когда они перестают быть правыми авторитарными режимами, а когда реализуют себя как нечто иное, они рушатся. Авторитаризм... Естественно, авторитаризм всегда себя изживает. Потому что мы не можем контролировать даже своих детей. Они зачастую не поражают наши идеи. Потому что сформируется вот эта элита. Она отстраняется от народа. Дети, эти элиты, им все всталит в пол. Все то, что вы озвучиваете как проблему авторитарных режимов, это безусловно верно. Но проблема в том, что это все касается... Это касается, да, действительно, это все касается не только авторитарных режимов, но и режимов демократических. Нет, это... Потому что демократические режимы также вырождаются и гибнут. Есть возможность смены этого режима. И при демократическом режиме, если там, не знаю, условно говоря, вот... Еще раз говорю, в авторитарных режимах тоже может безболезненно происходить смена режима. Просто политическая конкуренция там существует не между разными партиями, а внутри одной партии. Ну, во-первых, конкуренция внутри одной партии, если мы про авторитарные режимы, она подковерна. Почему в Сингапуре после смерти Ликван Ю у них все не разрушилось, и у них теперь нет демократии, там, я не знаю, курс не поменялся. Ну, потому что есть исключения, которые лишь подтверждают правила. Повторюсь, Испания, Португалия, Чили, почти все страны Латинской Америки... Все страны, которые перестали быть правоавторитарными, у них экономическая стагнация, деградация и все плохо. Любые авторитарные режимы когда-то рушатся. Любые демократические режимы... И Венесуэле накроется, да не рушатся демократические режимы, они много были устойчивы. Потому что есть возможность смены власти демократическим путем, поэтому нет задачи выходить на улицу, это же очевидно. Власть не обязательно меняется демократически. Нет задачи идти по пули. И вот вы увидите, что как только... А Венесуэле все разрушится, потому что это нерелевантный пример просто, это не правоавторитарный режим, это левоавторитарный режим. Если сменится режим, а он сменится, как только он там сменится, вы увидите, какой будет мощнейший правый откат. Мощнейший на год, на десятилетия вперед. Это хорошо. Это то, о чем я говорю. Авторитарные режимы, в принципе, глобально неэффективны. Они вредны для той идеи, которую они продвигают, поскольку почти всегда они рано или поздно накроют. Я еще раз говорю, демократические режимы тоже все рано или поздно. Ну нет, у нас нет такой корреляции. Мы можем говорить, что авторитарные режимы. Так или иначе, ну вот пока классические демократические режимы, которые мы видим, да, там тоже остальные штаты Америки. Я сейчас, кроме среди штатов, вы не сможете привести пример другой страны, где вот демократия существует долго в каком-то режиме. Во-вторых, там Великобритания, так или иначе. В Великобритании, там демократия сравнительно недавно, если мы по сравнению с США смотрим. Устранительно недавно. Потому что до этого влияние королевской семьи было намного сильнее. У них даже конституции нет до сих пор. Замечательно, там есть демократические выборы, и это уже долгое время. Даже по современным меркам, последние сто лет, плюс-минус, Великобритания демократия, Франция та же самая. Черт, у нас есть примеры устойчивых демократических режимов. И они не рушатся. И они не рушатся по понятной вещи. Потому что, еще раз, я не за демократию, потому что, не знаю, власть народу, бла-бла-бла, прочая хрень. Я за демократию. Я понимаю, потому что вы засменяете из институтов и так далее. Во-первых, она засменяется. Во-вторых, это самый эффективный способ управления. И именно этот способ позволит в итоге прийти к власти к правым. И на долгое время. Потому что правы, в принципе, более эффективны. А авторитаризм не позволит прийти к власти на долгое время. Не позволит. Более того, как только режим разрушится авторитарно, а он рано или поздно разрушится, у людей будет отторжение к их идее. И будет очень мощный откат влево на очень долгое время. И вот это очень плохо. И это надо все понимать. Мне печально, когда многие правы этого не понимают. Мне печально, что очень многие люди, которые находятся левее в политическом спектре, они не понимают того, что смена левых и правых правительств при демократии, когда они приходят демократическим путем, это также может быть весьма губительно для общества. Точно так же, как и смена левых и правых авторитарных режимов друг другом при вооруженном перевороте. Это камень в мой огород. Ну, я исхожу из того, что ничто не вечно под луной, и поэтому демократические режимы, они также существуют. Естественно, в демократических режимах тоже происходит смена. Какое-то непродолжительное время. Нет, оно намного, то, что мы видим, это хорошо, мы тут как бы укажем свою позицию, я говорю свое мнение. То, что мы видим, что демократические режимы намного более устойчивы, чем авторитарные. И да, происходят смены, и да, левые могут прийти к власти. Но при демократическом режиме левые могут прийти к власти, а потом они эту власть потеряют, по-моему, менее эффективно. При авторитарном режиме цена будет намного меньше, чем при авторитарном режиме. При авторитарном режиме у нас авторитарный правый режим, как в Кубе, меняется на авторитарный левый режим. И это потом будет пиздец на долгие десятилетия. Не на четыре года, не на пять лет, пока там до следующих выборов, а на долгие десятилетия. И это трагедия, это проблема. Смотрите, по поводу Кубы, буквально маленькую ремарку. Ежи, я просто хочу вернуться к тому, может ли... Не, я прошу маленькую ремарку, и мы вернемся. Я только договорю, и ремарка, да. Чтобы просто мы это совсем не потерялись в наших философствах прекрасных. Да, да, да. То, с чего мы начали, то, с чего мы начали, мое мнение, что это то, как... И это то, в принципе, к чему сейчас постепенно приходит правая повестка в Израиле, да. Она приходит к сочетанию правых историй в отношении экономики, и в отношении вопросов миграции, вопросов национальной идентификации и так далее, с сочетанием вещей, связанных с либерализмом, в отношении свободы выбора человека, отношения к религии и тому подобное. На мой взгляд, это не более, как бы, эффективный такой идеологический тандем, не более здоровый. И да, надо понимать, что, условно говоря, вот эти, кто же, вы скажете, абстрактные, они, правда, где-то абстрактные, но они, тем не менее, на мой взгляд, на мой взгляд, естественные права, они у всех младенцев, они у всех младенцев есть. Но если их гарантирует только государство, то что же в этом естественное? Да, 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 ну понятно, что их должно гарантирует государство. По поводу Кубы и всего прочего я хотел сказать, вот я, собственно... Да, да, секунду, секунду, последние минуты, последние минуты, но надо понимать, что люди при этом не одинаковые, не одинаковые, и поэтому вся вот эта уравниловка, все вот эти привилегии, о которых там говорят левые товарищи, это, естественно, все бред, потому что, да, у кого-то есть привилегии, так это нормально, это естественные вещи, потому что мы не одинаковые. Вот и все. Да, вернемся к Кубе. Значит, я хотел вставить свой 5 кубик. Да, Куба, да. Я придумал, значит, какой контроль. Ну согласись, что вот этот стрим, он более, так пошел, более... Да, 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 но тут мы не ограничены по времени, мы можем как-то лучше общаться, не боясь, что нам нужно как-то через 10 минут заканчивать... Да, ну, по крайней мере, пока мне не написал, и вообще изначально это не планировалось. Так вот, так вот, я что хотел сказать по поводу того, что вот был режим Батисты, правоавторитарный, поскольку вот правые режимы, они вот такие, значит, плохие, рано или поздно гибнут, потом приходят левые, и начинается пиздец. Надо понимать, что в большинстве случаев вот эта вот резкая смена режимов, она происходит либо в результате военной интервенции, либо в результате вооруженного переворота, которого поддерживают, допустим, третьи силы. То есть, грубо говоря, Кастро, он пришел к власти не через демократические какие-то институты, просто победив на выборах Батисту, а он пришел, потому что вот у него были Барбудас, была вот эта вот армия, которая в итоге свергла режим. Но проблема-то в чем? Демократические режимы точно так же можно свергнуть военной интервенцией. Вот в чем дело. То есть, грубо говоря, то, что в твоей стране демократия, это вовсе не означает того, что у тебя к власти не могут прийти радикальные левые, которые устроят просто вооруженный государственный переворот в какой-то момент. Поэтому тут как бы демократия совершенно не является панацеей от таких любых ситуаций. Окей, Ерж, да, я отвечу. Откуда, блядь, эти Барбудасы, как они появились и вообще как это все работает? Режим Батисты, скажем так, не пользовался большой народной поддержкой. Но, тем не менее, при Батисте кубинцы жили намного богаче, чем они сейчас. Да, прекрасно. Это вообще не аргумент. С одним мужиком женщина живет замечательно и так далее, но она меняет ему с долбоебом, уходит от этого мужика к долбоебу, и он ее начинает пиздить. Да, она жила с тем лучше. Глупая женщина, что я могу сказать. Глупая женщина, так люди вообще как бы не самые... Так вот именно потому, что люди глупые, не надо давать им в руки политическую власть, то есть эмансипировать толпу. Нет, вот это и ошибка. Еще раз, это не связано с умом людей. Это связано с тем, что эта система более универсальная, более эффективная. Да, давайте тогда я, ну, как бы... Мне кажется, есть еще темы, чтобы обсудить, да? Ну, вы можете, да, сейчас сказать какую-нибудь реплику, и мы потом перейдем к другим темам. Да, 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 да. Почему демократия просто эффективнее? Почему, соответственно, демократические режимы, они более выживаемые, чем авторитарные? Люди авторитарными режимами практически всегда на каком-то этапе сильно недовольны. И вы правы, что очень часто авторитарные режимы рушатся под внешним давлением. Но они рушатся и не только под внешним давлением. То есть, и внутренним... Там всегда играет комплекс причин. Да, почему развалилась СССР? Ну, мне кажется, туда все адекватные люди понимают, что не Америка развалилась. При этом, конечно, Америка своим, может быть, где-то 5 копеек и вынесла, да, там... Ну, опять-таки, Советский Союз немножко не актуалит, что Советский Союз это левое авторитарное. Все, можно, можно это говорю. Это не важно. Это про все практические режимы, так можно сказать. Они рушатся по целому ряду факторов. Один из них — это внутренний, всегда. Где-то он может доминировать, где-то он может быть меньше. Но он всегда присутствует как важный фактор. И говорить, что авторитарные режимы рушатся исключительно из внешней интервенции, ну, это не так. Либо потому, что они перестают быть правоавторитарными. Я же, я же, ну, дай, 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 договорю. Не, ну, не, Батиста не перестал быть правоавторитарным. Если у Батисты была нормальная поддержка народа, поддержка людей, его бы Кастро не убрал. И у Кастро не было мощней внешней подпитки какой-то серьезной. Ну, не было. А у Батисты, кстати, она «да», была. Просто никто не думал, в Америке не думали кто-то, что его всерьез там свергнут. Как бы, да, у Батисты была внешняя подпитка. Была внутренняя причина. Это недовольство у людей. И поэтому Кастро так легко скинул Батисту. То, что при этом там кто-то ему где-то поставил пару винтовок, где-то про него там в газете «Правда» что-то написали в конце 50-х. Это не игра... Это было. Но это пять копеек. Не это сыграло роль. Роль главную. Главное – это то, что было внутреннее недовольство у Батисты. И поэтому причем есть внешняя интервенция. Ну, при том, что если бы ни внешней интервенции не было бы ни Барбудас, ни прихода к власти Кастро. Да, но эта внешняя интервенция была, она внутренняя была. Какие были Барбудасы? Кто-таки были Барбудасы? Там все равно были и сами кубинцы. И их поддерживало население. Поэтому они так легко и свергли Батисту. Теперь, если говорить про демократический режим, ты прав в том, что есть ничего, что есть себя на «ты»? Да-да-да, нет, это не проблема. Ты прав в том, что есть угроза левого переворота. Она вообще всегда есть. Как и любого переворота. Но она, и вправду, при долгих сформированных демократиях крайне маловероятна. Ну, крайне маловероятна. Почему так? Не важно, какого. Проблема только в том, что в обществе мы не имеем большого количества сформировавшихся демократии, которые существуют в продолжительную историческую перспективу. То есть в США, да. Я не очень. Каких-то западных обществ, да. Но на остальных территориях земного шара это просто нет. Послушай меня. США, Франция, Великобритания. Ну, я не вижу... Ну, хорошо, за пределами европейской цивилизации. Где мы можем сказать о том, что существует... Израиль, пожалуйста. Сформировавшиеся демократические традиции, которые много столетий существуют. Я знаю немножко... Не столетиями, но... Нет, но более 70 лет это уже долгий срок. Ну, некоторые, кстати, воспринимают Израиль как форпост европейской цивилизации на Ближнем Востоке. Замечательно. Ну, ты спросил за пределами Европы. Вот я сказал за пределами Европы. Япония, пожалуйста. Нет, нет. Япония очень плохой пример, потому что там на самом деле... Я не говорю, что это хороший пример. Я говорю, что Япония в целом... Япония как раз пример успешного правоавторитаризма. И вот, кстати, я считаю, что методологическая... А на сегодня правоавторитаризма в Японии тоже? Сегодня? Да, да. Там нет свободных выборов? Это правоавторитарное государство до сих пор. Несмотря на то, что там смена правительства даже. Там нет выборов. Нет, там есть выборы. Ну, в Сингапуре тоже есть выборы, если что. Не-не-не-не, я понял, это разные вещи. В Японии левые не могут прийти к власти демократическим путем. Я правильно понял? Они не могут, потому что, ну, по целому ряду причин не могут. Коммунисты и социал-демократы, и японские, да, они не могут прийти к власти. Демократически. Никак не могут. Демократически, мне не понимаю. Потому что они не пользуются народной поддержкой, во-первых. А во-вторых, там есть барьеры определенные. К чему ты когда говоришь это? Если они пользуются народной поддержкой, это другая весть. Я говорю, что у них есть какие-то законодательные ограничения. Им там подделывают подписи, там какие-то подделывают выборы. Я про это говорю. Причем здесь это? Ну, в Японии есть подавление политической оппозиции, на самом деле. Мне рассказывали, что это не так, что там как бы вполне сейчас все свободно. Ну, я в Японии тоже жил некоторое время. Но не суть, а смотри. Не жил, я не жил в Японии, я могу точно сказать, я это говорю. Я могу точно сказать за Израиль. В Израиле есть реальная демократия. Абсолютно реальная. Я не спорю с тем, что в Израиле. Ее могут даже слишком много, так многие считают. И я не очень представляю, то есть в Израиле были очень разные движения, которые были, ну, оппозиционные по отношению к правительству, которые на тот или иной момент были у власти в Израиле. Я не представляю, что в Израиле была революция. То есть шанс на это есть. Революция, то есть в плане переворот, военный переворот, левый, правый. Шанс в теории на это есть. Я более того могу сказать, я помню, когда я только входил в еврейскую деятельность, я интересовался разными такими, самыми разными внутриизраильскими движениями. И там были движения, которые как бы говорили, что неплохо было все, чтобы спасти. И народ Израиля, да, как они видели спасение. Надо вот делать переворот, потому что леваки заебали, они продают страну арабам и так далее. И в какой-то момент, поскольку я не очень это понимал, я даже допускал, что в этой мысли, то есть у меня не было вот именно понимания тогда сформулировано, что демократические решения эффективнее тоталитарных и авторитарных. Но у меня, скажем так, я понимал, что это неправильно все равно, но я допускал, что в этой мысли что-то есть, да, что в принципе, ну, как бы, а почему бы нет. Сейчас я понимаю, что это абсолютно бредовая мысль. И она, главное, нереализуема. Ну, бредовая она, потому что, о чем я уже сказал, что авторитарные режимы менее эффективны. А почему она нереализуема? Потому что, когда у вас есть демократическая уже определенная история, ну, вот выйдет, вот будет такое сумасшедшее движение, там, не знаю, людей, вообще отпросят Бениамин и Таньяху, выйдут 100 тысяч человек. Что они дальше сделают? Чтобы была революция, они должны там захватывать, начать что-то захватывать, здания и так далее. Этого не произойдет. Потому что никто не полезет под пули, зная, что Бениамин и Таньяху можно просто переизбрать. А все знают, что выиграли прозрачный выбор. Никто не полезет под пули. Теперь, в том случае, если они понимают, леваки, что их меньше, все равно, что они не выиграют эти выборы, и они попытаются как-то, не знаю, через верных военные отдельные части, отдельные военные части захватить страну, это тоже не выйдет. Потому что в демократическом государстве вот эта армия, она в целом часть народа. То есть, ну, какой-то генерал его послушает, там, да, какие-то генералы войдут вот в эту, там, не знаю, объединятся, попытаются захватить все, да. Ну, солдаты, там, простые солдаты, они в основном поселенцы, они правые. Они не пойдут, они не будут делать этот переворот. Поэтому это даже технически все равно невозможно. Понимаешь, о чем я говорю? Нет, нет, это очень хорошая система аргументации, но я хотел бы указать на несколько методологических просчетов. Да, я понял, окей. Это невозможно, я говорю сейчас на примере Израиля, но этот пример можно на любую демократику. Да, нет, 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 это очень сильная, на самом деле, апологитика защиты демократическаяure. Это невозможно ни с точки зрения военного переворота, поскольку простые солдаты... Армия связана с народом в демократическом государстве, и простые солдаты это не поддерживают, без них это невозможно. Они будут готовы, то есть, надо понять, что в демократическом государстве солдат, в принципе, при том, что он так всегда выполняет приказ, но когда дойдет вот до такого пиздеца, он свободно, абсолютно спокоенно сможет отказаться выполнять приказ. Нет, я не буду с этим спорить сейчас. И это будет у него, да, в голове. Ну и плюс, а если говорить о просто власти толпы, что толпа начнет захватывать, то люди не пойдут под автоматы, если понимают, что можно после перейти. Я понял, да, я понял, я не буду это оспаривать. Да, вот в чате пишут, почему ты не приводишь пример Римской Республики или Древних Афим, самый яркий пример демократии, которые пали. А потому что мы говорим о современных демократиях. Да, мы это современные, это разные вещи. Да, и поэтому Римская Республика и Афина нерелевантны. Я, на самом деле, хотел даже немножко сейчас абстрагироваться от нашего вот этого спора про то, значит, что лучше, авторитаризм или демократия, и просто указать на одну такую методологическую ошибку, которую я очень часто вот слышу у людей, которые вот отстаивают ту позицию, которую ты отстаиваешь. Они не видят разницу или не хотят видеть разницу между левоавторитарными и правоавторитарными режимами. То есть они в целом все в кучу кидают и говорят, что вот есть только дихотомия между демократией и авторитаризмом, и демократией это лучше. Но тут для меня, на самом деле, это принципиальный момент, да, потому что как бы различие между левоавторитарными и правоавторитарными режимами, оно может быть существеннее, чем различие между демократическими и авторитарными режимами. Поэтому если мы говорим о сравнении, допустим, современной парламентской демократии и системы левого авторитаризма, то, конечно, я согласен полностью с Александром, да, действительно, демократия лучше. Я же, да, я тебе проведу пример, мне кажется, который вот просто ты поймешь, он будет убийственным. Хорошо. В этом плане ты как бы сразу все поймешь. Вот смотри, вот есть разные стримеры, да? Вот есть ты, например, да? Есть тот, о котором мы говорили в прошлый раз, вот тот же самый просвертнен, да? И вот с тобой у нас один диалог выходит, а с ним вышел абсолютно другой диалог, хотя и там, и там был спор. Ну вот сейчас у нас с тобой спор же, да? Ну, как бы, абсолютно, как бы, можно, то есть, есть ли между вами различия? Ну, очевидно. Там в итоге вышел срач, и мы ни к чему не пришли, а здесь есть какой-то вот тот самый конструктивный, конструктивный, немного даже там спор, полуконфликтный, но он интересен, это то, что лично мне, по крайней мере, интересно, то, что я, как вижу, идеальный некий стрим, да? Разница, разница. Но при этом вы оба стримеры, и вы оба обладаете абсолютно одинаковым набором инструментариев. И в этом плане, как между стримерами, между вами есть разница в плане тактическом, вот для меня, как для гостя. Но с точки зрения стрима как такового, нет никакой разницы. Вы оба стримеры. Здесь то же самое. То есть у вас у обоих определенный набор, есть функции, определенный набор, как бы, рычагов влияния от стрима. Каждый из вас мог меня отключить, например. Когда я начинаю сборить, когда я не согласен. Да, и каждый из вас мог, наоборот, дать слово. То есть одинаковый набор есть функций. В этом плане демократия и авторитаризм... Я не очень понимаю, причем здесь демократия, как бы, ну окей. Ну, потому, ну, очень просто. Но потому, что демократия и авторитаризм, они и вправду, как бы, их надо просто рассматривать, если хочется вопроса права. Демократия на стриме, это когда мы начнем вопросы из чата просто рандомно зачитывать любые, не будем людей банить за эти вопросы. Я тебе про другое говорю. Я говорю про то, что авторитаризм, он всегда авторитаризм. У него есть некий набор функционала. Стандартный. Что у левого, что у правого. Это не связано с тем, левого или правого. Авторитаризма приводит, проводит разную экономическую политику. Теперь то, что я сказал, что есть у вас, что у тебя, что у него, есть определенный набор функционала. Нет, так у нас цель разная, понимаешь, в чем дело? Цель просвернена была тебя потроллить вопросами про то, почему хасиды не убили там, зачем хасиды убили. Но набор функционала у вас одинаковый, вы оба стримеры. Вы оба стримеры. И сама идея стрима, она в целом, например, на мой взгляд, очень эффективная. И вы в рамках этой идеи, в рамках этого функционала работаете. И тут абсолютно одинаково. И поэтому, да, есть как бы авторитаризм, он правый, есть авторитаризм левый. Но это и то, и то авторитаризм. У него набор функционала одинаковый. При этом есть отличия, там, правые авторитарные, если они обычно более эффективны, а левые менее эффективны. И вот тут отличие как раз лежит. Александр, а вы видите разницу между буржуазной демократией и социалистической демократией? Или для вас это тоже все демократии с одинаковым набором? Естественно, еще раз. А, то есть подождите, подождите, Александр. То есть вы видите разницу между буржуазной и социалистической демократией, но отказываетесь видеть разницу между левым и правым авторитаризмом. Как интересно. Можно? Давай, давай, о, да. И теперь поговорим про Крым, да? Чей же. Так вот, про социалистические буржуазные демократии. Социалистические буржуазные демократии. Можно один раз демократию на буржуазных демократию? Совершенно верно. При этом эти две демократии, одна обычно приводит к неудовлетворительному экономическому положению, а другая, наоборот, к... Точно так же, как разные системы авторитаризма. Левый авторитаризм приводит к плохим последствиям, а правый авторитаризм к хорошим последствиям в экономике. Нет. Что одна демократия, что другая демократия обычно приводит общество к определенному... Если она долгосрочная, если она именно долгосрочная, то, о чем мы говорим, она будет приводить, скорее всего, общество к росту. Что одна, что другая. Почему? Потому что социалистическая демократия, которую ты сказал в самом начале, это та самая демократия, которая была первые 30 лет в Израиле. И Израиль, он не был в жопе Он не был тогда в жопе Но конечно люди жили хреново И потом, именно потому что это была демократия Именно поэтому Если бы это не была демократия Была бы революция, было бы намного хуже Намного хуже для страны А именно потому что была демократия Она потом сменилась на буржуазную демократию Да, в 77 году Правые пришли к власти И есть раньше между страной до 77 года И после, есть Историки в Израиле буквально говорят В 77 год это называют год переворота Когда Микнахенбегин, глава Бейтара Бывший пришел к власти Конечно есть разница Но при этом с точки зрения Некой государственного строя И государственной системы Разницы нет То есть что государство в 55 году было демократическим Что в 2015 оно тоже демократическое Бенгурена тоже могли переизбрать И в этом плане Конечно разницы между разными видами демократии нет Ну вот точно так же Как есть разница между социалистической И буржуазной демократии Точно так же есть разница принципиальная Между левым и правым авторитаризмом Есть разница с точки зрения того Как живут люди С точки зрения государственного строя Формы государства Разницы нет И любая Любой авторитаризм Повторюсь Левый это просто пиздец Это просто пиздец А правый Ну пиздец Неэффективный пиздец Вот я так скажу Неэффективный пиздец Чтобы было понятно А правый То есть в Сингапуре неэффективный пиздец Хорошо Я не могу это говорить еще раз Сингапур это пример Которые Смотри я могу сказать Что в свое время Я не люблю говорить о том Что не понимаю Да Я не Ну как бы я очень плохо знаю Сингапур Я про него отдельно там читал Когда-то слышал Но я не погружался в эту тему Я помню как-то приходил к нам По-моему Я не помню с кем был разговор По-моему с этим С Пожарским С Мишей Вот И он там очень сильно разъебывал Как раз Сингапур и так далее Но это надо Но он был у меня на стриме Как-то вот что-то он Не получилось у него Ну я не знаю Я не с этим слушаю Еще раз Еще раз Еще раз Я не готов говорить За эти вещи Не с которыми работают Хотя Миша выступил Как очень хороший апологет Буржуазной демократии Да То что принято Ну я Это его позиция Понятно Я кстати в этом плане с ним согласен Так вот Я не готов говорить конкретно За Сингапур В целом Если он говорит про авторитаризм Он неэффективен Что тот Что тот Просто право авторитаризма Он неэффективен Но при этом он дает какие-то блага Но все равно неэффективен И потом будет жопа А левый авторитаризм Это изначально пиздец И тоже неэффективен И это собственно говоря Вот пример там Позднего СССР И так далее С демократией То же самое Демократия сама по себе Как институт Это некий успех Это некое более успешное начало Более эффективное Но при этом Дальше конечно есть разница У вас может быть Более эффективная Ну жопа при этом Да А может быть более эффективная И развивающаяся страна Это как бы ну Окей Давайте Тут надо сравнивать Просто все по-честному Тогда давай сравнивать Социалистическую демократию С современным авторитаризм Современная Испания Демократическая Она более эффективна Чем поздний режим Франка Давай сравним тогда Израиль 50-х годов 60-х, 70-х И СССР Того же времени И сравнение будет Ну понятно В пользу Израиля По всем моментам Давайте сравним Испанию при позднем Франка И Испанию сейчас То есть получается Испания при позднем Франке Она была дико неэффективна Потому что авторитаризм Какой ужас Кошмар Все плохо А зато сейчас Демократия И все замечательно Во-первых 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 Мы не живем в Испании Во-вторых Я поэтому и сказал Что Испанию Нельзя делать Нельзя приводить Примеры страны В которых Все это находится В стадии формирования То есть можно сравнивать Израиль с СССР Но нельзя Потому что Идраиль может сравнить СССР Но чтобы Идраилье 70 лет Это уже все происходит Да Это намного больше срока Это правда устоявшая система Испания в этом плане Менеус Это намного менее Устоявшаяся система Это но Правда несравнима Теперь Я могу сказать Мнение испанцев С которыми я общался Я знаю Это разные испанцы Точи правых взглядов И почти все Они считают Что с точки зрения того Как жить людям Я не испанец Мне правда Больше наверное На идеологическом уровне Интересно Импонирует Ситуация Скорее Здорового Здоровой правой темы Которая была при Франко Но Самые испанцы говорят Что сейчас жить лучше Это позиции У меня тоже есть знакомые Которые Окей Ну это Это сейчас не вопрос Аргументарь А это не потому что Это частное мнение Я говорю о том Что это на самом деле Когда Когда жить лучше Это на самом деле Если мы абстрагируемся От частного мнения И посмотрим Экономическую статистику Статистику Промышленного развития Экономическая статистика Экономическая статистика В этом В нацистской Германии Тоже была неплоха Это не помешало Чтобы все там И закончилось Полным трэшем Это не Это не показатель Показатель То к чему оно Все в итоге приходит Повторюсь Если мы сравниваем Надо тогда сравнивать Все по-честному Если мы сравниваем Буржуазную демократию И Правый авторитаризм Давай сравнивать Будет более эффективно Буржуазная демократия Если мы сравниваем С левым Демократием Хорошо Примеры Окей Без Сингапура Примеры Ну хорошо Примеры Примеры Демократии Которая существует Много лет Значит Там Столетиями Значит Вне рамок Европейской цивилизации Какие демократии Которые существуют Сотние лет Вне рамок Европейской цивилизации Вне рамок Европейской цивилизации И США Так Ты к тому Что их нет Ты к этому хочешь сказать Их нету Потому что Понятие современной демократии Это новое понятие Понятие авторитаризма современного, как мы его говорим, оно тоже новое. Потому что современный авторитаризм — это не абсолютизм. Это все абсолютно новая вещь. О чем и речь. Мне кажется, вот, например, тоже маленькая ремарка. Мне кажется, что... Надо сравнивать тогда все сравнимое. Ты пытаешься сравнивать каждый раз несравнимое вещь. Маленькая ремарочка, да. Мне кажется, что современные апологеты демократии, они во многом правы, кстати. И вот, кстати, то, что я с тобой спорю, это не означает, что я, скажем так, не принимаю вот эти вот все аргументы или, допустим, те аргументы, которые у меня звучали во время дискуссии с Пожарским. Потому что я, наоборот, считаю, что это как раз очень хорошая апологетика, это очень хорошие тейки именно в защиту демократических режимов. Но, но, когда вы переходите к критике авторитаризма и говорите, что авторитаризм неэффективен, там, авторитаризм — это там фигня по сравнению с демократией, мне кажется, что вы все-таки исходите из предрассудков, которые у вас есть в отношении авторитаризма. То есть вы имеете в виду скорее абсолютизм какой-то, что вот есть закрытая группа людей, которые там власть узурпировали, наполивали на демократические институты, и вот они правят, они неэффективны. Окей, что такое авторитаризм потом? Я в тебе мотивалкию, у тебя с тобой понятно. А авторитаризм не исключает момент политической конкуренции. Но при авторитаризме... Так, это интересно. Да, вот, кстати, вот видишь, как бы, да? То есть мы столько спорили, да, и тут вот только неожиданно сейчас... Не-не, я понимаю, что это не исключает. При авторитаризме политическая конкуренция существует не между разными партиями, которые представлены в парламенте, а внутри одной партии. То есть, грубо говоря, есть в Сингапуре ПНД, партия народного действия. Если ты хочешь менять ситуацию внутри своей страны, ты не будешь принимать сторону оппозиционной партии, потому что у нее нету все равно никакой его, как бы, перспективы прийти к власти. Ты вступишь в ПНД, ты будешь там вести работу внутри этой партии, вне зависимости от того... Я правильно понимаю, Ежа, что ты сторонник Единой России? Правильно? Нет, я не сторонник Единой России. Нет, но это полиция, которую вычитывали в ядре. Вступайте в нашу партию. Не занимайтесь, не дрочите там, да? Ну, правда, кто... Ну, в России... Нет, в России... Смотри, если тебе интересно мое мнение, то в России, да-таки, авторитаризм, но он не очень правый в вашем проблеме. Он не... Он не крон и не левый. Нет, это ближе к левому авторитаризму, потому что мелкий бизнес, маленький бизнес, ну, малый бизнес, это сейчас принес... Да, но при этом во многих политических вопросах. ...занции, налоги, все плохо, и у тебя могут отжать бизнес, и... Это правда, но по многим... Такого нет других стран. То есть, как бы, политическая конкуренция, она существует, но внутри определенной группы, вот, эстеблишмента. То есть, это не значит, что выключены социальные лифты при авторитаризме, это не значит, что к мнению простых людей никто не прислушивается и так далее. Ежи, 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 ежи. Это все называется, это все называется иллюзия. То, что ты говоришь, это иллюзия. Понятно, что, конечно, ты можешь, но еще раз, это я же тебе просто сказал... Прекрасный контраргумент, да. Нет, нет. Ты при чем здесь? Ну, о чем ты сейчас говоришь? Ребят, я привел пример с ядром, да, тебе он не устроил, потому что это не правый, как бы, авторитаризм. Нет, это, кстати, нормальный пример, нормальный пример, потому что я вполне допускаю, что внутри Единой России есть тоже разные группы, как бы, разных людей с разными взглядами. Конечно, есть разные группы, но вопрос, почему у нас тогда ничего не меняется? А России надо определиться, России надо определиться, это все-таки авторитарное государство или демократическое. Это все, Россию уже, России ни в чем определяться не надо, и в этом проблема. Нет, я считаю, что это вот тот политический режим, который сейчас в России существует, он 20 лет. Можно я договорю? Окей, 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 он 20 лет, это правда, а до этого был другой режим. И тоже все говорили, что ну, хочешь что-то менять, становай коммунистическую партию, замечательно. Ну и это сработало, и это сработало, потому что люди, ничего не сработало, они изменили. Нет, сработало, люди, которые хотели что-то менять, вступали в коммунистическую партию, и они изнутри поменяли ситуацию. Гайдар, Чубайс, Ельцин, это все функционеры коммунистической партии. Развалился, ибо был неэффективен. Правильно, правильно. Он развалился, потому что был неэффективен. Но это не отменяет того, о чем я говорил. Совершенно нет, полностью с тобой согласен, Александр. Ты говоришь за то, что якобы Горбачев, Ельцин и так далее вступили в коммунистическую партию, чтобы ее изнутри развалить. они ничего не хотели разваливать. Горбачев нет, а Ельцин, да, разваливать, они хотели менять ситуацию изнутри, они вступили в партию. Это сработало. Я же тебя не слышно. Я же, они ничего не хотели менять изнутри. Я не знаю, почитаю, не знаю, то что... А вот диссиденты, которые на улице с плакатами стояли, они ничего не слышали. Я же, почитаю Горбачева, почитаю Ельцин, они не собираются ничего менять. Горбачев, он везде об этом пишет. Ельцин об этом... Что его задача была, его задача была сохранить СССР. Он был во главе СССР, для чего он начал перестройку, как раз, чтобы сохранить СССР. Послушайте дебаты между Ельцином и Зиновьевым. То есть, ну, не тот имеется в виду, естественно, Зиновьев, который там в 30-е годы жил, а философ Зиновьев, который вынужден был эмигрировать. Причем здесь дебаты? Я объясню, причем, конец 80-х. Какого года дебаты? Конец 80-х годов, примерно 88-й год. Еще раз, еще раз, езжи. Ельцин в открытую там заявляет о том, что его цель это уничтожение Советского Союза. Еще когда он был... Он в конце 80-х заявляет, когда он уже уходит в оппозицию. Когда так случилось, что он уже в оппозицию. Советский Союз есть, а он в партии. Он бывший первый секретарь Московского города. Он был, естественно. Так случилось, что он ушел в оппозицию. Это не потому, что он хотел изначально развалить СССР. И, кстати, во всех книгах про Ельцин, он пишет, что когда он вступал в партию, я не говорю, что они хотели именно изначально развалить СССР. Они хотели бы менять ситуацию в стране. Они вообще были коммунистами оба. Они не хотели менять ситуацию в стране. Ну, Ежи, ну о чем ты? Ну, ты же взрослый серьезный, взрослый человек-то. Они были карьеристами оба. Они хотели нормально жить. Я еще раз говорю, то, что они были карьеристами, никак не исключает того момента, что они хотели менять какие-то моменты. Это не потому, что они хотели изменить, они изменили, потому что страна стала рушиться, потому что система была неэффективна, потому что не было жратвы в магазинах элементарных. Я помню, какого ты года, Ежи? Я не спорю с этим. Какого ты года рождения? Мне 14 лет, я как бы... Ну серьезно, окей, да, я понял. Какого года, просто, ну, скажи. Мы одного поколения. Одного, ты родился в 80-х? Да. Окей, ты 89-й год, вот помнишь ли просто, вот, я просто помню. Я помню 89-й год. Вот, вот, 89-й год, я помню, как я стоял с отцом на морозе зимой 4, сука, часа, чтобы мы купили, сейчас я скажу, рулон туалетной бумаги, мы в итоге купили рулон, хотя бы хотели купить намного больше, был дефицит, не было туалетной бумаги. Рулон туалетной бумаги, а потом мы стояли еще три часа, чтобы купить хлеб и кефир. Три часа, это 80-й, это Москва, которая еще охуенно обеспечивалась. 80-й, или 90-й, или 89-й год. Вот почему, а они начали, вот почему, Горбачок на руках перестроен. А номерки на руках писали, чтобы, когда место в очереди, значит, чтобы не проебать место в очереди. Не, не, я помню, нам выдавали, я помню. А, выдавали, а как бы у нас на руках писали номерки. А тебе писали, ну это очень напоминает, да? Вот, это потому что, это ведь все почему, это ведь все почему. Это потому что авторитаризм, прекрасная система, да, Ер? А, ну это был левый авторитаризм. Левый авторитаризм, да, ну было бы правый, было бы все замечательно. Конечно, потому что была бы совершенно другая экономическая политика. Да нет, понятно, окей. Принципиальная разница, собственно. Который бы накрылся пиздой. В чем разница принципиально между левым и правым авторитаризмом? В том, что они проводят разную экономическую политику. Хорошо, хорошо, они проводят разную политику, они заканчиваются в плане политическом одинаково, и то и то рушатся. Ты понимаешь, что ни Ельцин, ни Горбачев не собирались ничего менять. Они просто подстраивались под меняющуюся ситуацию. А ситуация... Я не согласен с этим. Сама система была. Я считаю, что у Горбачева, да, конечно, у Горбачева не было идеи разваливать Советский Союз искусственно. Но он, конечно, у него был план реформы, он последовательно эти реформы проводил. И эти реформы, по мнению... Ежа, ты знаешь, окей, кто продвинул Горбачева? Кто? Вообще, ты протежел Горбачев? Андропова? Ну, нет, Андропов, да. Андропов тоже, по сути, реформатор. Он же тоже... Он тоже реформатор? Конечно. Это как раз который за самый жесткий курс. Да. Он тоже реформатор. Он тоже хотел менять все к лучшему. Нет, он не хотел менять все в сторону лидерализации. Он хотел как раз гайки заключить. Но это тоже реформа. Конечно, все хотели менять к лучшему, но это лучше... Что значит менять к лучшему? Нет, нет в политике и в экономике такого по понятию, как менять к лучшему. То, что я тебе подаю и сказать, как менять к лучшему. Просто для Андропова реформы это закручить гайки, а для Горбачева реформы это провести перестройку. Они хотели спасти Советский Союз таким образом. Они не хотели его разваливать. Твой тейк. Твой тейк в чем? Твой тейк в том, что вы хотите что-то менять, авторитарная система дает вам идеальную ситуацию. Ступайте в право. Партия партия и меняйте. Это так не работает. Как это так сработало, как раз в случае с Советским Союзом, Советской Системой? Именно тот пример, который ты используешь, играет против твоей позиции. Нет, они ничего не меняли. Как это они ничего не поменяли? Подожди, то есть в 91-м году ничего не произошло. Это конкретных людей. Он накрылся в жопу за то, что был неэффективен. Я не спорю с этим. То, что были национальные центробежные силы. То, что, смотри. Потому что экономика развалилась. Это не потому, что Ельцин захотел развалить. Да я понимаю прекрасно. Я не спорю с этим. Не потому, что Горбачев. Так, а что тогда? Смотри, объясняю. То, что в ситуации имели место факторы экономические, политические, которые не зависели объективно от воли Горбачева, Чубайца, Ельцина, Гайдара и так далее. Это не значит, что эти люди, у них не было плана реформ. И они их не осуществляли, действуя внутри партии и действуя после 91-го года. Какой план реформ? Либерализация экономики, введение частного сектора. Я понял. Кооперация. Кооперация. Понимаешь, это же началось не после 91-го года все. Это началось еще при Горбачеве. Это началось в 86-м году. Это началось в 86-м году, называлось Перестройка. В чем идея была Перестройка? Почему Горбачев начал Перестройку? Властность, плюрализм, что это такое? Почему Горбачев начал Перестройку? Зачем он это начал? Почему? Понятно, что они хотели спасти Советский Союз таким образом. Почему его шеф Андропов в 83-м году, человек, который привел к власти, не начал Перестройку? Черненко не начал Перестройку. Почему именно Горбачев? У Андропова был совершенно другой план реформы. Андропов хотел спасти Советский Союз через, наоборот, закручивание гаек. Они все хотели спасти Советский Союз. Все хотели. Никто из них не хотел, как ты говоришь, что-то там менять. Они все хотели сохранить так или иначе статус-кво. Просто статус-кво было невозможно сохранить. В меняющихся условиях, да, невозможно. Потому что я привел пример 1989 года, а вот эта жопа, она наступила уже в 1985-1986 году. Я этого уже не помню, то, что мне рассказывали родители. Что просто в целом людям нечего стало жрать. Да, это понятно, я не спорю с этим. И пришлось что-то менять. И вот, это не потому что... Подожди, так люди, которые меняли... Не-не-не, подожди, Александр, подожди, давай не будем уходить от темы. Это потому что эта система авторитарная была, неэсективна. Да, понятно, система авторитарная, да, она плохая, я согласен. И твой тейк, я же все мы с тобой... Смотри, люди, которые меняли ситуацию, а они кто? А они кто? Это были диссиденты с улицы или это были партопорадщики? Секунду, ежи, секунду. Твой тейк, который заключается в том, что в авторитарной системе ты вступаешь в правящую партию и можешь что-то менять, он глобально неверен. Когда ты вступаешь в авторитарную партию, в авторитарную системе правящую партию, ты окажешься в тисках этой правящей партии. Точно так же, как когда ты идешь, ты молодой человек, который думает, что ты принесешь в благо стране, и ты идешь работать в государственную систему, тебе кажется, что вот есть неправедные чиновники, а вот я все изменю, я же правильный пацанчик. Ну, то есть Ельцин, находясь в тисках этой системы, не смог ничего изменить, и Россия... Он и не смог ничего, это не он изменил, это не он изменил, это настолько очевидно. Гайдар, Чубайс, они пришли, когда уже эта вся система развалилась, она не звонила, не из-за Гайдара, Чубайса, не из-за Ельцинова. Ну, кем они были до 1991 года? Они все были и остаются, и ты это можешь видеть, потому как прекрасно, например, тот же Чубайс строился в ситуацию с Путиным. Они остаются все приспособленцами, они все реагируют на случающиеся вызовы, они не создают эти вызовы. Вот как раз Путин, он да, предъявляет эти вызовы. Ты, еще раз, я же начал, ты дал некий тейк, с которым я абсолютно не согласен, что в рамках авторитарной системы ты приходишь в правящую партию и что-то меняешь. И это не так, потому что в рамках авторитарной системы ты, входя в эту партию, тебе кажется просто маленьким механизмом, маленьким винтиком. Если ты хочешь продвигаться дальше по этой лестнице эротической, а что-то менять здесь может только если сильно продвинешься. Ну да, конечно. Если ты хочешь продвигаться, ты должен отказать своих идей. Так Ельцин это был первый секретарь Московского горкома. Ты хочешь, совершенно верно, ты должен отказать каких-то своих идей, от каких-то своих подходов, ты должен абсолютно встраиваться в эту систему. Я недаром привел, по сути, отчасти, это несвязанная вещь, я не собирался менять Россию. Я привел, косно привел свой пример. Я тоже шел, например, на госслужбу с идеалистическими намерениями, что я что-то там изменю. И естественно этого не случилось. И это не потому, что там, не знаю, такая ужасная госслужба, или там я ее недостаточно любил. Нет, ну потому что если ты приходишь в систему работать, это часть системы. Александр, если бы вы сделали карьерный рост серьезный в этой системе, и дослужились бы там хотя бы до министра юстиции, вы бы могли реально влиять на ситуацию. Ежи, дружище, если бы... Вы просто не достигли той вершины карьерного роста, когда человек может на что-то влиять. Ты не понимаешь самого главного, к сожалению. Ежи, если бы я сделал это, я бы не был сейчас у тебя на стриме. Так это не важно. Я бы... Другие мысли. Меня... Это очень важно. Я бы не изменил то, чем... Подожди, неужели оказаться у меня на стриме важнее, чем поменять ситуацию в России? Я тебе объясняю. Я у тебя на стриме, потому что у меня в какой-то момент стали возникать критические мысли. И вообще я стал о чем-то как бы задумываться вне неких шин. Даже у человека, который дослужился до министра юстиции в этой системе, у него тоже в голове могут возникать критические мысли. У него могут возникать какие-угодные мысли, но он часть системы, он это знает. Он не будет ничего менять. Да как же он не будет ничего менять? Я просто не работал в этой системе. Я могу всего несколько исторических примеров привести, которые полностью опровергнуты. Давай, такие примеры приведите. Я люблю теоретику в этом плане. Как эти теоретики? Практика критериста. Я же примеры буду не из головы брать, а из исторического опыта. Мы имеем ситуацию в России после 17-го года. У нас есть Ленин при предсобнахкома, у нас есть советское правительство. Ленин умирает. Кто меняет ситуацию в стране? Люди с улицы или партапаратчики, которые достигли высокого карьерного роста? Что еще меняет ситуацию в стране? Нет, подожди. Я до конца сначала доведу. А ты мне вопрос никогда. Меняет ситуацию в стране, значит начинает проводить другую политику. Либо свертывают НЭП, например. Начинает проводить коллективизацию и так далее. Кто это делает? Это делают люди с улицы? Люди, которые избираются при помощи несуществующих демократических институтов? Или это партапаратчики, которые достигли высокого карьерного роста? Очевидно, что последнее. Далее. Сталин таким образом приходит к власти. После смерти Сталина, когда меняется курс, там происходят какие-то реформы, совершенно новая политика осуществляется. Кто осуществляет все эти реформы? Люди с улицы? Диссиденты, которые там с плакатами стояли? Оппозиция какая-то, которую уничтожили? Или это партапаратчики, которые достигли высокого карьерного уровня? Такие как Сушлов, Кушёв и так далее. То же самое происходит целый ряд смены генсеков, где каждый раз реформы осуществляются не людьми с улицы, а партапаратчиками, которые прошли все фильтры этой системы и достигли высокого уровня карьерного роста. И в итоге это закономерным образом. При наличии целого ряда внешних факторов, которые действовали совершенно независимо от воли этих самых партапаратчиков, в том, что был пиздец с экономикой, были серьезные сепаратистские проблемы, потому что региональные первые секретари Компартии, они не хотели Москве подчиняться, они хотели превратиться в президентов независимых республик. И в итоге эта ситуация вся меняется, Советский Союз разваливается, осуществляется новая политика. Кто осуществляет эту новую политику? Диссиденты, которые на улице стоят, или вчерашний первый секретарь Московского горкома КПСС, и люди, которые до этого работали. В Госплане, в Комсомоле, Кубайс, Гайдар и так далее. Все, вот, пожалуйста, вот факты. Окей, я понял твою мысль, в жопу диссидентов дрочим на первого секретаря горкома. Нет, а диссиденты, они сейчас, что ли, у нас, где-то имеют политическую в современной России, может быть, они где-то имеют политическую вес какой-то? Или у нас правит бывший полковник Комитета государственной безопасности? Давай, Еша, давай отвечай. По-моему, это факт просто. Окей, все, я замолчал. Вот я против того, что кто-то молчал. Нет, ну я просто считаю, что нужно говорить по очереди, а не одновременно, как бы, понимаешь? Поэтому я как бы даю тебе возможность высказаться. Да, я вот как раз хотел сказать, что, да, вот этот момент, может, единственный минус, что мы одновременно говорим, да. Смотри. Когда ты приводишь пример изменений в стране, что кто-то что-то меняет, надо понимать, что такое вообще изменения. И насколько эти изменения связаны с конкретной личностью и, скажем так, ее мотивацией этой личности. С момента октябрьского большевистского переворота те изменения, о которых ты говоришь, они всегда носили изменения абсолютно тактические. И они не были связаны, за исключением первых лиц, за исключением каких-то позиций первых лиц, это не было никогда связано с тем, что вот есть какой-нибудь, там, не знаю, Зиновьев, или, там, не знаю, есть, условно говоря, есть, условно говоря, этот, как его, Каменев. И вот они такие сидят и думают, нет, мы что-то не то сделали, вот зря мы забрали сейчас собственную, надо спасать страну, надо менять, надо менять все. Давайте мы начнем НЭП. Нет, это не так работало. Это не так работало. НЭП начали потому, что система военного коммунизма себя не оправдала. Опять же, были объективные вещи. Как ни странно, страна просто начала голодать. Если просто упрощать. Страна начала голодать, поэтому ввели НЭП. НЭП, кстати, ввели еще при этом, при Ленине. Ленин еще был живой, когда начали вводить НЭП. Его ввели, повторюсь, это не было... Я не спорю с этим. Секунду, секунду. Так это не вопрос того, что люди, которые внутри аппарата... Понятно, что страну направляли те, кто внутри аппарата. Суть в том, что те, кто внутри вот этой... И вводили НЭП, и отменяли НЭП аппаратчики. Суть в том, что они все, кто были внутри этого аппарата, в рамках авторитарного... Это было не авторитарное, а тоталитарное государство. Они все равно действовали в рамках одной парадигмы. НЭП был вынужден временной мерой. Они его не хотели вообще вводить. Это не потому, что они хотели что-то менять. Александр, а вы в курсе, что были люди, которые выступали против свёртывания НЭП? Ты начался со мной одновременно говорить как раз. Ты же сам этого хотел избежать. Я договорю, я вот тоже, будем говорить по очереди. Это не было желание людей. И точно так же все, что происходило дальше, это не было связано с тем, еще раз, исключение составляет только попытки первых лиц и лиц вокруг, кстати, первых остаться у власти. И здесь поэтому были репрессии, и поэтому там были какие-то процессы и так далее. Был еще небольшой идеологический момент, искренний, идеологический, Штроцкий, который абсолютно для меня злодей, такая черная фигура в истории. Но при этом он был идейным человеком. И да, у него были абсолютно идеологические разногласия со Сталином, и это правда. Но это абсолютно никак не связано с твоей патетикой, с твоим тейком о том, что вступайте в правящую партию, вы что-то будете менять. Нет, у меня, ну ладно, не буду приводить пример моего деда, потому что это будет частный пример. Масса людей, которые тогда вступали в коммунистическую партию, чтобы делать карьеру. Смогли ли они как-то в итоге изменить как-то образ страны? Ну, конечно, нет. Это все шло в рамках, понятно, что образ менялся. Менялся под влиянием времени, под влиянием экономических реальностей, политика, внешняя политика. Война потом произошла, вторая мировая и так далее. Все это менялось. Но это не было потому, что вот эти люди, они там доросли в итоге, да, там, замминистра МГБ, и он начал что-то менять. Нет. Замминистра МГБ, там, хоть Абакумов просто исполнял приказы Сталина и пытался выжить. Ничего никто из них не менял. А когда он доходил до этого уровня, я же поэтому и сказал, я бы стал министром, я бы не пришел бы к тебе на этот, на стрим. Это не в том плане, какой хороший или плохой у тебя стрим. Нет. Это в том плане, что я пришел именно потому, что я начал, потому что у меня появилась определенная свобода действий. А если я министр, у меня нет этой свободы. Это огромное заблуждение, что когда ты думаешь, что... Секунду, 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 а я договорю. Это огромное заблуждение, что когда, это гигантское, я его сам как бы испытывал, когда ты думаешь, что ты будешь в погонах и с ксивой, и у тебя будет больше власти, и ты будешь больше как бы независим, вот так скажем. Ты будешь больше зависим, чем простой человек судится. Намного больше. Это правда. И дальше просто надо делать выбор, как бы. Каждый выбирает, что ему важно, что в приоритете. Есть свои бонусы в наличии погон и ксивы. Но именно зависимость у тебя и ограничений по жизни становится, наоборот, больше. И ты глобально ничего не хочешь менять, потому что ты вообще вне рамок этой повестки. Ты просто исполняешь приказы. Вот что ты делаешь в авторитарном государстве. И в принципе, когда ты в какой-то системе работаешь. Теперь, ну и дальше я могу так же продолжить эту логическую цепочку. То есть, когда ты там сказал, что умер Сталин, пришел Хрущев, да. Никто их собирал, там не было у Хрущева идеи, опять же, что-то демократизировать и так далее. Там были и были тактические моменты. Она поменялась по тактическим моментам, потому что ему нужно было бороться с... Убирать вот эту команду Сталина. Там нужно было бороться с элементами его наследия, которые ему угрожали. Там до этого там бороться... Там тот же Берия. Самый хороший пример это Берия, который сразу после смерти Сталина начал, сразу распорядился отпустить всех этих... Было дело врачей. Да, наверное, слышал, помню. Ну, слышал, наверное, об этом. Зрители, я надеюсь, тоже, да. Слушатели. Да, и кто распорядился отпустить первым делом этих евреев врачей? Берия. Что, потому что он любил врачей? Нет, потому что он хотел, как бы... Ему было важно показать вот эту демократическую... Как только, кстати, потом через полгода сняли, арестовали Берию, да, очень многие... Есть очень много, как бы, свидетельств, что многие сотрудники тогдашних органов наоборот стали говорить, а вот что мы отпустили... Почему мы отпустили вообще этих врачей? Это же все из-за Берии, который вот тут, да, заболел тогдашней формой либерализма, в кавычках, да? Надо, наоборот, их принять. Да, Берия будет. Эти все изменения... Да, да, Берия, вот, в их понимании, да, он же отпустил их всех, да. Это все... Не только поэтому, что он кого-то отпустил, он против строительства социализма... Ну, понятно, там целый ряд был моментов. Еще раз, там был целый ряд моментов. Это все, все эти вещи, там, не знаю, там, 20-й съезд в партии, когда раздолбали программу Сталина. То, что потом, там, не знаю, наоборот, в 64-м году снимают Крущева, и там в учебниках истории где-то, ну, не вымарывают свое имя, но уже о нем пишут более негативно. И тогда... Опять-таки, вот, пожалуйста, примеры изменения. Это изменение курса в авторитарном государстве. Это изменение курса, связанное просто с борьбой за власть и интересными личных людей. Это не потому, что они хотели менять страну. Это не потому, что они меняли, они не меняли... То есть, страна менялась по неким объективным обстоятельствам. Это не потому, что эти люди меняли страну. В этом режиме тоже можно это инкриминировать каждому политику. Что вы меняете ситуацию не потому, что вы хотите лучше сделать людям, а потому, что вы хотите. Извини, я же не согласую. Вы боретесь за власть и хотите, чтобы за вас голосовали. Я согласуюсь по одной простой причине. В демократическом режиме, при демократическом режиме, политик зависим от простых людей. Если мы говорим про реальные выборы. И ему нужно менять что-то в угоду простым людям. Хотя бы как они это видят, как они это хотят. Да. Отсюда левый популизм. Для того, чтобы оставаться у власти. Отсюда и левый, и правый популизм. И мы возвращаемся к тому, с чего во многом... Уже не начинали, но это тоже важная мысль, которая прозвучала. Люди, вправду, не самые лучшие, не самые умные создания. Вопрос не в этом. Поэтому демократия это плохая. Вот эта сменяемость власти, послушайте меня. Вот эта сменяемость власти, когда у людей есть возможность время сравнивать. Когда даже самый дебил сравнивает результаты левых и правых, он придет и понимает, что правы лучше. Даже самый дебил. Если он реально имеет возможность сравнивать. Почему люди современной России, они так ностальгируют тогда в массе своей по Сталину, по Советскому Союзу? Значит, они хуже конченных дебилов? Я могу... Сейчас, секунду, давай я тебе объясню, почему. Во-первых, не в массе ностальгируют. Это, мягко говоря, преувеличенные данные. Я могу объяснить, почему. Это не потому, что дебилы. Так вот, почему демократия в этом плане в сто крат эффективнее, хотя люди, да, могут быть глупыми, какими-то самыми разными. Потому что есть реальная возможность сменяемости власти. Есть возможность сравнивать. И на каком-то этапе более здоровые силы, более конкурентоспособные. А конкуренция – это основа права идеи. Да? Да, согласен. По праву конкуренции согласен. Именно при демократии есть конкуренция, реальная конкуренция. Они вот эти подковерные игры внутри этой партии. И только в рамках настоящей конкуренции вот эти здоровые силы могут прийти к власти. И здесь неважно, сколько глупые люди имеют этот инструмент. Рано или поздно выберут здоровые силы. Теперь по поводу того, почему ностальгируют и так далее. Ну, я, еще раз, я не очень люблю комментировать современную Россию, матушку. Да, да, здесь как бы некий общий и довольно очевидный момент. У нас есть определенная система позиционирования, да, российской истории, советской истории. Да, есть, например, пропаганды. И нам рассказывают сегодня очень активно, как в целом неплохо жилось в Советском Союзе, да. И как в целом неплохо, это я сейчас про молодежь, про более пожилых людей я сейчас скажу отдельно. Вот, как в целом неплохо тогда жилось замечательно, как там побеждалось, как нас пиндосы боялись и так далее. Поэтому, если мы говорим про молодежь, молодежь, в том числе наш возраст, который это помнит, но очень смутно. Поэтому и ностальгируют, да. Поэтому если им это ностальги. Теперь если говорить про более пожилой возраст, у меня всегда это был огромный вопрос. Тем более, что я как бы общался с разными людьми, и как бы, там... У меня, короче, у меня, правда, был вопрос, вот как, как, как люди, как были пожилые, видели. И вот моя мама, она, она такая еврейская мама. И это как раз пример, который в данном случае он личный, но он очень, мне кажется, наглядный. Она, в том числе, ностальгирует очень активно по СССР. Она не коммунистка. Она, скорее, там, она симпатичит Путину и так далее. И абсолютно, как бы, у этого есть свои абсолютно объективные обоснования, у нее есть свои, как бы, свои аргументации. Я хочу сказать, что вообще, как бы, у Путина, за Путина вообще есть довольно понятная и внятная, ну, объективная аргументация. Окей, я у нее, как бы, спрашиваю, ну, мам, ну, слушай, ну, вот даже я помню про эти очереди и так далее. И ты мне сама рассказывала, какая была вот жесть, да? И она начинает говорить, не, ну, слушай, ну, эти очереди, ну, не такой же... Ну, это все, ну, сынок, ну, что ты там, это... Ну, были очереди, ну, да, там, на комсомольских собраниях, если ты хоть что-то не то сказал, тебя там дрючили по полной. Ну, да, там, чтобы уехать за границу, там, нельзя было уехать за границу никуда, вообще ничего нельзя было, да, там, да, там, не знаю... Заселиться в гостиницу нельзя, нормально было нельзя, просто даже не давали. Потому что если у тебя нет направления в гостиницу, тебе нельзя просто прийти и снять номер в гостинице. Нельзя. Особенно, если ты колхозник, и у тебя нет паспорта. Это вообще отдельный момент. И, кстати, если ты военнослужащий, то же самое, да? Ну, даже если ты не военнослужащий, да, это просто... огромное количество ограничений, которые мы даже не можем представить. Мне один товарищ рассказывал, как они в 70-х, 80-х годах хотели сделать какое-то мероприятие, и они просто группы, инициативная еврейская группа. И у них первая проблема, которая встала, они поняли, что они не могут, они то, что поняли, это знали, но тут они как бы пришли к этому, потому что это серьезная проблема. Они не могут нигде найти помещение, потому что нельзя просто прийти и снять помещение. Нет понятия частного договора на помещение. Такого вообще формально нет. Это представляет какое-то юридическое лицо. Это максимум можно сделать на квартире. А там они решили об довольно серьезном мероприятии. В итоге там у них вообще все это кончилось тем, что их начали таскать на допросы, и там чуть меня арестовали. То есть, ну, я говорю, мам, ну погоди, ну вот, 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 вот. И она задумывалась, и она мне сказала вещь, которую расставила все на свои места. Говорит, все так, но я была молодая. Я хотел это сказать изначально. Ну, это просто вот, когда мы говорим про наших мам, пап, да, там, дай бог, живые дедушки, бабушки, у меня просто уже нет. Вот. Просто надо понимать, они просто были молодые. А когда ты молод, трава зеленее, да, балако вкуснее, ну и так далее. Ну, понятно, да. Но, тем не менее, в моей семье, даже среди людей старшего поколения, нету тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу. Окей, да, но я говорю про то, почему в принципе такое есть. Ну, во-первых, это понятно. Нет, были, конечно, те, кто жил, и там, ну, как, пейс, там, не знаю, там, имели какие-то доступы к спецстоловым и жили лучше, это понятно. Но в целом, как бы, почему настальгируют, потому что они были в то время молодые. Вот и все. Да, Ежа, давай какую-нибудь еще тему, чтобы, да, чтобы более расширить диапазон стрима. Есть какие-то вопросы? Нет, ну, у меня просто родители... Да, я сейчас отвечу, да, вот тут донаты перейдем, я просто... Ремарочка тоже маленькая. Но у меня родители просто выездные были, и они, как бы, могли сравнивать ситуацию. У меня они не то, чтобы были не выездные, у меня родители были... Ну, большая часть вообще была не выездные от населения Советского Союзу. Да, они были, как бы, они не было никакой секретки, ничего, они были обычные, да, и, соответственно, да, как бы, они просто обычные, там, как бы, максимально, что они могли рассчитывать, там, все эти, там, не знаю, в Сочи, там, да. Нет, ну, у него отношение к власти, оно поменялось резко после первой же загранпоездки, да, потому что он просто, ну, как бы, пропаганда-пропаганда, но он просто сравнил... Ну, понятно, так, поэтому... Да, так, поэтому и не выпускали. Что там и что, да, как бы. 100%, так, поэтому и не выпускали. Да, и я, кстати, потом, вот, после этого разговора со своей мамой, я, в принципе, там, ну, как бы, я уже не делал какой-то опрос людей, да, более, там, старшего поколения, я, в принципе, стал, ну, смотреть, как бы, наблюдать и обнаружил такой интересный момент, что, вот, например, среди, ну, вот, я общаюсь, там, у меня, в моем окружении, там, часто приходят, там, люди, которые были в отказном движении, да, которые были в еврейском движении в 70-е, 80-е, и ты начинаешь, там, а у них, там, трешовые истории зачастую, да, там, кого-то сажали, ну, ну, жесть полная, ну, реально жесть, очень тяжелая жизнь была, вот, и начинаешь спрашивать, ну, как, вот, что, я не говорю, да, это же самые счастливые годы нашей жизни, ты говоришь, сука, как, то есть, нет, ну, можно сказать, что это важные годы, мы боролись, там, все, ну, счастливые, я сейчас понимаю, почему они так отвечают, потому что, в любом случае, это молодость, ты здоров, ты силеный, как бы, вот так вот, и у тебя, поэтому, да, и поэтому ты с теплотой это вспоминаешь. Так, Урукхай написал нам, прислал нам сообщение, Александр, Шаббат, шалом, Ежи, не планируете снять тревел-блок из джунглей, думаю, будет интересно, Циммер на паузу, ваше мнение по композиции, да, мнение по композиции скажу потом, а тревел-блок из джунглей, ну, так, чтобы совсем из джунглей, это вряд ли, а вот из парков, то есть, там, парк птиц, парк орхидей, в Сингапуре, это, да, это, пожалуйста, это можно снять, в общем-то, выложить на канал, тут никаких проблем нету. Просто, как бы, опыт показывает, что я в джунглях не могу долго находиться, вот, у нас был, значит, опыт тур-поездки на несколько дней, короче, по пересеченной местности мы двигались, но в итоге у меня проблемы со здоровьем начались очень серьезно из-за этого, потому что все-таки дикая влажность воздуха, жара, климат, и по колено в воде ты куда-то идешь среди джунглей, и это тяжело физически. Так, Мигель... Копикамма прислал нам сообщение с покрытием комиссии. Спасибо. Вей, шалом, уважаемый гость. Здрасте, товарищ Сармат. Я же недавно погрузился в современное американское изобразительное искусство. Я не шарю в искусстве, но картина напомнили мне что-то из начала 20 века. Как думаете, ностальгия по модерну или я просто дебик и гость? Расскажите про Галиль, пожалуйста. Ну, по поводу искусства, современное американское искусство, оно разное, в том числе там есть апелляция к художественным мотивам 20 века. Да, про Галиль расскажите что-нибудь, что это вообще такое. Галиль? Да, Галиль. Может, неправильное произношение. Галиль. Я не знаю, он просто написал Галиль. Расскажите. Галиль? Я не знаю, что это, честно. Скажите. Это, наверное, что-то еврейское. Не возьмем дополнительно денег. Вопрос. Я думаю, что что-то... Я думаю, я не знаю, что сколько Галиль. Мигель, пожалуйста, пришлите со следующим донатом. Что это такое? Может быть, вы неправильно написали, может быть, ошибка в сообщении. Есть такой, есть такой, Халиль, это автомат в израильской армии. А, может быть, Халиль как-то так это надо произносить. Да, 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 и он, это, короче, автомат, который в честь Исраиля Галиль, это его разработчик. Вообще, он, рожден он, Исраиль Балашников. Вот, то есть, это, как бы, ну... Что за автомат? Русскоязычный. Смотрите, ну, это, по сути, УЗИ. По сути, тот же, ну, как бы, это и есть УЗИ, по сути. Вот, я не, смотрите, я не, как сказать, я не специалист по оружию, вот, я могу сказать, только какие-то общие вещи. Ну, фактически, это израильский, как бы, ответ на автомат Калашникова, глобально. То есть, я даже неправильно говорю, что, когда я говорю про УЗИ, УЗИ, все-таки, они просто, как сказать, там, они разрабатывались плюс-минус в одно и то же время, УЗИ, это, как бы, немного другое. Ну, УЗИ, да, это пистолет-пулемет, причем такой специфический, потому что там, если очередью стрелять, там сложно вообще во что-то попасть, потому что он начинает разбрасывать просто веером эти пули. Не, 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 не скажу, не знаю, не стрелял никогда из УЗИ, поэтому не знаю. По поводу Галиле, просто, по-моему, Галиле принимал участие в создании, если он сейчас спрашивает про автомат, конечно. Не, 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 про автомат, да, в чате пояснили, что да, это автомат. А, окей, это про автомат, хорошо. Вот, по-моему, Галиле к УЗИ тоже имел какое-то, к разработке УЗИ тоже имел отношение. Вот. Насколько я помню, этот вообще автомат, он прославился тем, что его использовали в Ливанскую войну. То есть, его стали делать уже после войны 67-го года, после Шестидневной войны, когда были выявлены там некоторые проблемы с таким тактическим оружием, да, которое вот непосредственно используют солдаты. И у Израиля была общая позиция, что очень важно не закупать оружие, например, в те же Соединенных Штатах, либо там до этого СССР, неважно. Самим производить. Самим делало, да, и не просто производить, самим разрабатывать. Вот. А почему именно самим разрабатывать? Почему, допустим, нельзя просто сделать, допустим, завод, который бы производил те же самые калашников? Вот. Вот. Почему нельзя сделать так? Почему так? Потому что на тот момент, по крайней мере, было важно попытаться, во-первых, выразить, там было два, две аргументации. Первое, это чтобы были свои специалисты, которые именно глубоко разбираются в теме, да, которые смогут потом этот автомат модифицировать и так далее. А для этого они должны сами его разработать. Это первое. А второе, это было, они хотели сделать что-то уникальное. То есть там была претензия на уникальность, да, это было тоже, как бы, некой задачей. И, насколько я помню, вот этот автомат, его первый раз применили в 73-м году, соответственно, во время войны судного дня. Вот. А уже на такой, на постоянной основе его стали применять, начиная с Ливанской войны, это, соответственно, 81-го года, а прекратили, по-моему, в начале 2000-х. То есть сняли с производства, и сейчас я просто видел этот автомат, когда нас возили в различных поездках, да, там, показывали, там, не знаю, там, условно говоря, показывали стрельбище и так далее, да, в Израиле. Вот. Я видел этот автомат, но он сейчас в израильской армии не на вооружении, он не используется. Хорошо. Так, Урук Хай прислал нам сообщение. Так, т-т-т, продвижение Шахары, музыкальная пауза. Да, послушаем обязательно в завершающей части стрима. Так, человек с ником Возмущенный Трудящийся прислал нам сообщение. В общем, никакой он не еврей, просто русский Ваня, который решил настричь купонов на евреях. Смекалочка до того мог додуматься, только русский человек пиндосов не понять. Ну, это шутка, очевидно, да, спасибо, Возмущенный Трудящийся. Так. Он нам заплатил? Да, да, нет, я эти читаю, естественно. Ежа, тебе сейчас надо было ответить. Не нам, а мне. Ну, я создаю, нет, нам, я просто нам говорю всегда про себя. Это правильная иллюзия, да. Так что, как бы, да. Вот, значит, я только платные сообщения зачитываю. Так, Туз Кринжей прислал нам сообщение с покрытием комиссии. Александр, какой у вас рост? У меня небольшой рост. Последний раз, когда я замерялся, это было, не помню, сколько мне было лет. По-моему, это в военкомате было. Ну, вот, соответственно, сколько, когда я там последний раз был, прошло много времени. Тогда был метр шестьдесят девять. Ну, добро пожаловать в наш клуб. А у вас? У тебя? Ну, у меня метр шестьдесят пять. Ну, норм. Так, Урукай прислал нам сообщение. Ежи, у гостя, конечно, прекрасная потоговая речь, но очень нудно. Не, ну, я не согласен, кстати, мне интересно слушать. Раззадорьте его, чтобы он... Не, ну, каждый правил на мнение. Да, раззадорьте его, чтобы он не затирал про детство. Очень интересно, скажите ей про это свое мнение. Так, дальше идет ссылка на музыку. Спасибо, Урукай, все, послушаем. Так, человек с ником Фанфух Петух прислал нам сообщение. Вопрос к Рогину, в скобках, без атаки. Еврейский путешественник средних веков Вениамин Тудельский говорил... Вы знаете такого средневекового? Я не помню. Вениамин Тудельский говорил, что тогдашнюю Чехию местные евреи называли ханааном. Дескать, чехи и русские продавали своих детей в рабство всем. Ровно как и славяно-еврейские диалекты языка называли ханаанскими. Что вы думаете по этому поводу? Так, Вениамин Тудельский, смотрите, я не знаю такого путешественника. Возможно, я сейчас иду по ассоциациям, как и случилось с Галилеей. В общем, Чехия это... Понятно, да. Вот, возможно, имеется в виду и этот... Был такой Вениамин Туделла, это Равин. Но это не... Когда он сказал, что тот жил, по-моему, в 10-й век или 9-й век. Средние века, да, в средневековом. А, ну, может, он его имеет в виду. Ну, это, короче, Равин, который известен тем, что он сделал... Сделал, как бы, поехал в Израиль, да. Тогда это было очень длительное путешествие. Сам он жил, по-моему, в Испании. Да. Вот Туделла, это город, где он жил. То есть он Сефард был, да? Он был Сефард, да, наверное. Ну, вот. И он поехал, короче, туда. И по дороге он там заезжал, по-моему, в Константинополе, еще куда-то. И он и бросался тем, что он оставил какие-то заметки. Как раз про историю евреев в Византии, вообще про Византию, как траву и так далее. Поэтому еврейский путешественник. Ну, наверное, да. Наверное, да. Видел по этому. Я как раз недавно был в Константинополе тоже. Окей. Ну, просто как бы вот в еврейской истории он не позиционировался как путешественник. Заверзил как вот такой равин, который прослался к тем, что в те времена из Испании добрался до Иерусалима и так далее, что было очень сложно. Вот. А так, а вопрос какой? Ну, что вы думаете по поводу того, что Чехию сравнивали с Ханааном и, значит, с этим... Кто-то там кого-то продавал в рабство детей своих, русские и чехи. Ну, по мнению этого, видимо, в этих записках этого путешественника... Смотрите, я... Насколько я помню... Славяно-еврейские диалекты языка называли ханаанскими. Ну, тут, видимо, наверное, параллель между библейским хананом и чехией. Да, у него была книга, у него была книга, книга странствия Вениамина, что-то так она называла, у него была вот эта книга. По-моему, в Чехию он вообще не заезжал. То есть я не уверен, что он был вообще в Чехии. Ну, может быть, он слышал что-то про Чехию. По-моему, он ехал через Францию, затем, соответственно, Италия, Греция, Турция, Израиль, и потом он возвращался морем. Это насколько я сейчас вспоминаю. Поэтому я не могу прокомментировать вот эти темы про Чехию. По-моему, про Чехию вообще не писал, потому что он там не был. Теперь является ли Чехия вторым ханааном, то есть является ли Чехия второй святой землей? Ну, мне кажется, нет. Чехия, конечно, прикольное место, несомненно. Но никакого отношения, мне кажется, к Израильу она особо не имеет. Ну, есть, знаете же, вот эта вот новая хронология не Фоменко-Иносовского, а Жабинского и Калюжного. И у них там как раз вот такой вот взгляд на вот эту вот историю еврейского народа, что это якобы в Европе где-то все происходило. То есть, грубо говоря, древо, горящее на горе, это извержение вулкана Везувий. И, соответственно, Моисей вел евреев с Сицилии через Италию в Северную Италию и Швейцарию. Мне больше нравятся истории, когда... То есть, Ханаан, это Чехия и так далее. Мне больше нравятся различные истории, что Иисус, на самом деле, родился в Сызрани где-то. Вот, это меня эти истории всегда больше вдохновляют. Иисус родился в Крыму, Носовский Фоменко написали. Тоже неплохо, тоже. Я считаю, достойно. Вот. Не, ну, я не могу никак это прокомментировать, я не уверен в эти псевдоистории. Ну, это очень красиво, я бы посмотрел фильм какой-нибудь фантастический в этом. Вовлекался, я все время увлекался, ну, читал вот эти, скажем, догадки, назовем это так, Каспарова насчет истории. Это тоже прямая апелляция к новой хронологии, Носовский Фоменко. Ну, да, 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 да. Это все интересно, но это бред, на мой взгляд, откровенный бред. Как и эти, как и, собственно говоря, вообще вся вот эта идея, которую ее Голковский во многом продвигал, да, и продвигает. Что есть некий вот этот горизонт в 500 лет, а что было до этого, мы не знаем. Опять-таки, то, что Голковский по этому поводу исповедует, это прямая апелляция к новой хронологии, но Жабинского и Калюжного, то есть уже не Носовского и Фоменко, а тут как бы альтернативная есть. Окей, окей, ну, я не разделяю все эти подходы. То есть у них, допустим, вот смотрите, у Носовского и Фоменко у них татаро-монгольского нашествия не было, да, потому что была там Русь-Орда, и внутри нее всякие происходили пертурбации. Ну, отчасти это похоже на то, что Гумилев писал еще до них. А у Жабинского и Калюжного у них татаро-монгольское иго, оно было из запада, пришло на Русь. То есть Орда, Орда это орден, Татары это вышедшие из Татар в Венгрии, Мегалеон это великие, а Чингисхан это либо византийский император, либо римский папа. Я понял, а как говорил господин Задорнов, бог Ра, это древний славянский бог, потому что Ра это радоваться. Ну, при раскопках славянских городищ сфинксов находят, как бы так, что может быть, да, как-то. Да, да, сто процентов, сто процентов, да. И еще огромные пирамиды. Ну, еще раз, что сложнее находить, я понял. Ну, я не разделяю этого подхода, соответственно, я могу это прокомментировать. Для меня это некая, ну, такая фантастическая литература, ее можно прикольно почитать, но не более того. В целом, как бы, Чехия в средние века, и вообще чешская история, она абсолютно по-другому формируется. Да, и там абсолютно другие тенденции, которые руководят всеми этими процессами. Там недавно, кстати, компьютерная игра вышла, которая популярна у геймеров, и там как раз она про Чехию в средние века. То есть там играешь за рыцаря с чешского. Нет, там было, кстати, очень, все эти, да, гуситы и так далее. Там была своя очень интересная история, я думаю, это тот случай, когда евреев не обязательно привлекать, чтобы сделать все веселее. Так, значит, Олигн Райт прислал нам ссылку на музыкальную паузу, да, спасибо. И разбань, пожалуйста, и ссылка на аккаунт забаненного человека. Да, мы в чате баним людей, а потом разбаниваем их за деньги. Я же еще раз удостовериваюсь, что у тебя есть еврейский корт. Да, но вы кресты им не дают гражданство Израиля. А это знаешь, вот, ты скажи об этом в посольстве, что ты банишь, а потом разбаниваешь за деньги. Может, тебе дадут гражданство. А еще Равин, когда увидел мою жену, он сказал, ой, вей, потому что в Юго-Восточной Азии это серьезная проблема в еврейской диаспоре, что как бы женится на азиатках постоянно. А у тебя жена азиатка. Да, она монголка. Монголка, я понял. Вот такое дело. Окей, так. Ну, самое смешное, что у меня у жены в семье там тоже есть евреи. То есть там люди смешивались, как бы. Она из России, она русская. Нет, она из Улан-Батора, но как бы у них есть и еврейская община, значит, и там тоже, в общем-то, как бы есть родственники. Она до сих пор там есть? Насколько я знаю, что сейчас уже там практически никого не осталось. Ну, мало кто остался, да. В основном-то люди смешивались. Происхождение, но типа они помнят о том, что вот когда-то кто-то в роду был еврей. Да, причем самое смешное, что вот оккупацию у барона Мунгерном они пережили. То есть их не всех убили. Вот в момент именно, когда казаки Ургу взяли. То есть там. Ну, понятно. Кого-то покрестили и таким образом спасли. То есть там была семья священников, которые резко начали детей крестить, как бы, еврейских, потому что, ну, типа, там была угроза, что их убьют всех просто. Вот. А после того, как крестили ребенка, его уже убивать было нельзя. Поэтому проблема. Так, ладно, дальше, значит. Вот как оно работало, да? Да, ну, спасали людей просто, как бы, что типа вот крестили, а окрещеного уже убить. Нет, тут надо понять, что это еще было частью их миссионерской деятельности крещения. То есть они совмещались сразу два момента. Они непосредственно после того, как казаки захватили город, они начали это резко делать. Причем по настоянию самих родителей. Потому что родители... Ну, понятно. Не-не-не, это понятно. Пасти жизнь детей таких... Я не уменьшаю, скажем так, гуманитарный момент здесь. Но просто надо понимать, что это еще и как бы, ну, часик миссионерской деятельности. И это да, нет, это безусловно. Это безусловно. Так, человек с ником Ваш Сахарный Пиночет прислал нам сообщение. Отмена крепостного права была радикальной реформой сверху. Введение местного совправления и судебная реформа вообще нихера не тактические реформы. Хотя и в итоге эффективные. И все это шло сверху. Ну, в общем-то, мой оппонент указывал на то, что эти реформы, да, они могли осуществляться сверху в авторитарных режимах. Но все равно это как бы было продиктовано, как бы логика истории, это было необходимо. Потому что понятно, что если даже самый авторитарный режим, он не будет проводить какие-то назревшие нужные реформы, он просто не сумеет удержаться у власти. Тут еще плюс к этому, я хочу сказать, что чтобы быть, чтобы вообще говорить с какой-то аргументацией, ну, объективно аргументировать к чему-то, надо сравнивать сравнимые вещи. И то, что происходило в 19 веке, все-таки тогдашнее понятие демократии и тогдашнее понятие авторитаризма, это не то, что мы понимаем сейчас. Поэтому все-таки мы берем Америку, которая, да, это больше двухсот лет, но все равно мы говорим прежде всего про 20 век и нынешнее понимание. Потому что современная демократия вот эти последние сто лет и понимание сегодня авторитарного государства, это все, как капиталитарного, это все, скажем так, сформировалось глобально к концу 19 века, конец 19, начало 20. До этого это все-таки, ну, это немного другое, там и понимание государственного строя, сравнение государственного строя сегодняшнего с середины 19 века, это некорректно. Это можно делать, но это всегда очень большая натяжка, поэтому некорректно. Так, ваш сахарный пиночет прислал следующее сообщение. Кибуц пылает и горит, малыш Ребес кушал сало. Так, ну, это шутка уже, по всей видимости. И, в общем-то, на этом сообщения заканчиваются платные. Ну что ж за суки, ну что они нам денег не дают, а? Нет, я сегодня очень долго стримлю, поэтому у меня, в принципе, уже все окупилось. Мы можем еще осветить, успеем какую-то одну тему, или мы на сегодня прервем уже? Я думаю, одну тему, ну, у меня еще есть где-то минут 20. Ну, я думаю, нам как раз на 20 минут роль Сталина в создании государства Израиль. То есть, есть, как бы, ну, я изначально закину тему определенную, да, а потом вы ответите. Смотрите, есть мнение о том, что без Сталина создание государства Израиль было бы невозможно. Ну, по крайней мере, в тех условиях, да, то есть, ну, когда-то, возможно, в будущем оно бы возникло, но по совершенно иным причинам. То есть, грубо говоря, именно Сталин продавил через Лигу наций идею создания государства Израиль, потому что он рассчитывал, что государство Израиль, то есть, еврейское национальное государство в Палестине будет социалистическим, то есть, оно будет просоветским, оно будет в аспекте внешней политики ориентироваться на Советский Союз в первую очередь. И, ну, вот, евреи немножечко Сталина обманули. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, здесь есть в этом аплодиологическое зерно, то есть, я не согласен. Кстати, вот, докидываю сверху, ваше отношение к левым сионистам и вообще, насколько в контексте современного Израиля можно говорить о том, что вот есть какие-то левые сионисты, там, или вменяемые левые партии, вот что-то такое. Ну, окей. Ну, первое про Сталина. То есть, ну, и вправду Сталин помог в создании государства Израиля, это факт. И тут, как бы, то, что было, и это, да, помог, чему очень значительно, и не только, не только политически, да, тем, что там проголосовали, потому что это проголосовал не только, как бы, Сталин и, соответственно, да, СССР. Помог, в том числе, военно через Чехию было поставлено оружие, да, да, а дал добро на это Сталин, как бы. Вот. Теперь, можно ли сказать, что без Сталина не было бы создано государство Израиля? Нет, я с этим не согласен. Ну, конечно, было бы. В принципе, надо понять, что вот все эти разговоры, которые, там, скажем, вот эта попытка такой диалектики, что без Сталина не было бы создано Израиль, или, там, не знаю, если бы не было Холокоста, не было бы Израиля, да. То есть, приписывание, создание Израиля государства неким внешним силам, они влияли, но они не были основным здесь игроком. А со мной здесь игрок, два игрока, это были евреи-арабы и национальные движения еврейского и арабского народа, да. Собственно говоря, надо понять, что это время, когда вот конец 40-х, да, 50-е, 60-е годы, это время про разглашение развала колониальной системы, про разглашение независимости, вот. И в это время было создано очень много разных государств национальных, очень много. Израиль просто одно из этих стран, да. Если бы не было, например, Холокоста, скорее всего, этой идеи не было бы к концу 40-х столько сторонников, да. То есть, это бы не дал, ну, понятно, что Холокост дал некую такую дополнительную аргументацию. Но не было бы Холокоста, псионистское движение существовало до этого уже 50 лет. Уже был Ишуф, то есть, было уже значимое количество евреев, псионистов, которые приехали туда, да, и были еврейские вооруженные формирования. Была, фактически, уже бюрократическая система некая, контролируемая, кстати, левыми, да, вот, и так далее и тому подобное. Ну, так не в 48-м высоте, а в 60-м году, когда был парад независимости, да, или там, сколько там, 50 стран, по-моему, или 40 стран обрели, ну, английских, которые в колонии обрели независимость. То есть, английская колониальная система в любом случае бы развалилась, в любом случае. И это могло бы просто, ну, просто, и так евреи раньше получили свое государство, но так бы получили позже. И точно так же была бы война, потому что точно так же, как везде, по чате, откуда ушли английские колониальные силы, везде началась война. Ну, окей, не везде, но очень во многих местах. То есть, это в любом случае так бы произошло, в любом случае было бы государство. Сталин, да, внес свой вклад. Вот это, почему он внес, как бы, смотрите, смотрите, с точки зрения Израиля, в принципе, Израилю все равно, почему Сталин помог. В Израиле просто говорится о том, что Сталин помог. Понятно, что он помог не из-за, там, любви к еврейскому народу, а потому что у него были, как бы, свои, свой политический расчет. Ну, окей, никто никого не обязан любить за просто так. Ну, там есть две версии основных. Первая, это то, что, ну, он просто рассчитывал, что Израиль будет социалистическим государством. То есть, это, как бы, еще одна советская республика, да, по сути. А вторая версия состоит в том, что он потом, после того, как государство Израиль было создано, он склонился над картой и, довольно потирая руки, сказал, что все, мира здесь больше не будет. То есть, это, как бы, создание государства Израиля, это бомба, бомба, подложенная под, как бы, Ближний Восток, да, что-то. Понятно, да, Сталин нужен был бомбой, зачем это бомбой под Ближний Восток? Ну, потому что нужно сталкивать государство между собой, чтобы это дальше провоцировало. Я понял, это, как бы, революционные процессы и что-то такое. Понятно, у Сталин не было задачи революционных процессов, это же не Троцкий, у него была другая, другая идея, другое направление. Я считаю, что Сталин не отказался от идеи мировой революции, он просто тактику изменил. Я считаю, что отказался. Ну как, он же поменял, смотрите, он же помогал коммунистам в Северной Корее. Если у нас останется время, смотри, не-не-не, он помогал с тактической соображением, не из того, что хотел именно мировой революции. Это была тактика. Но это мы можем отложить до следующего стрима, эту тему. Да, это вот, это ведь уже третий стрим, да. Теперь, если говорить про то, что он хотел стравить Ближний Восток, ему нахрен это было не нужно, не в этом дело. Сталин решал все время вопросы, связанные с СССР, с расширением зоны влияния СССР, усилением СССР. Расширением зоны влияния СССР вплоть на весь земной шар. Да, но не через то, что было. Совершенно верно, но он не хотел, как бы, то у него было... А это и есть мировая революция. Он не, да нет, он понимал, что не будет никакой мировой революции. У него не было задачи, чтобы в разных странах начинались революционные движения и так далее. Вообще нет. Он хотел, по сути, своей личной власти, если проще говоря, расширения своей личной власти. Вот и все. Это не связано с революционным движением. Говоря про Израиль, там было две мотивации. Первая, это все мотивации, о которых официально говорится в израильской историографии. Я не вижу основания этому всему не доверять. Первая мотивация, она была озвучена, что расчет был, что СССР станет с цитическим государством. И были все основания рассчитывать. Были все основания на это рассчитывать, потому что, ну как бы, в целом так-то в Израиле у власти были левые сионисты. Которые, а с ними, как бы, в довольно плотной связке были совсем ультралевые сионисты. Да? То есть там была такая довольно плотная связка. Причем, были коммунистов тогда не взяли в правительство первое. Но все левые сионисты, они были довольно близки к коммунистам. Близки были к коммунистическим идеям, так скажем. Не, там, не знаю, не были коммунистами, но тем не менее. Вот. Поэтому логика была понятна. А вторая часть, он хотел ослабить Британскую империю. Как важного, как бы, противника. То есть вы не разделяете мнение о том, что, как бы, Советский Союз открыт колонию Британии, а Сталин это британский. Не, не, почему-то я не разделяю эту чудную идею, Голковскую. Не знаю почему, да. Согласен. Ну, я глупый, недалекий человек, что ждать. Слушайте, а вот такой вопрос. По поводу создания государства Кургистана у курдов. Вот как вы относитесь вообще? Ну, буквально, можно парой слов ответить. Я нейтрально отношусь. Смотри, я считаю, что вообще, как бы, ну, понятно, что есть право народов на самоопределение. Вот. И это очевидно. Вот. И, исходя из этого права, как раз израиль очень многие поддерживают курдское движение народное, да, национальное. Вот. Месте с тем, я понимаю, что это достаточно на практике сложный процесс. И я не могу сказать, что я лично это поддерживаю, потому что я понимаю, что, ну, на данном этапе, на данном этапе, это, скажем так, это вызовет, ну, это приведет к новой большой войне на Ближнем Востоке. То есть, есть мнение, что и северную Ираку можно будет сделать постепенно более-менее мирным путем Курдистан. Ну, это достаточно, ну, это, правда, сложный момент. Ну, Курдистан, включая себя в части территории Турции. Совершенно верно. Совершенно верно. Там же здесь, да, это дестабилизирует ситуацию в Турции. Ну, скорее всего, начнется большая война. Вот. Это с одной стороны, с другой стороны понятно, что, ну, курды-то хотят себе государство, и тут их понять тоже можно. Поэтому у меня нет, ну, то есть, я понимаю, и то, и то, и то, какой-то четкой позиции у меня здесь нет. Вот. В принципе, это финальный тяник курдского народа, я понять могу. Считают, просто есть часть курдов, которые иудаизм исповедуют, их называют еще курдскими, курдскими евреями. В Израиле евреями считают всех евреев. Ну, курские евреи, это евреи, то есть, имеется в виду. Ну, курские евреи, смотрите, я не знаю, какие курские евреи. Есть иракские евреи, есть евреи, их немало, мало совсем, да, их мало совсем, которые прозывают в Турции, да, есть, как сказать, то есть, то, что вы, наверное, имеете в виду, это, так сказать, курдистанские евреи, это евреи, живущие на территории вот этого курдистана, которые не существуют, да. То есть, они у вас проходят, как иракские евреи, получается. Они, как бы, не проходят, они, ну, они проходят либо как иракские, либо как сирийские, либо как турецкие, да, то есть, ну, я не помню сейчас их, у них, по-моему, есть Наварам, что-то или Наравам. Лахнухи они называются. Нет, нет, нет. Что-то, что-то такое, что-то, ну, сколько я, я, смотрите, здесь я не специалист, вот, могу ошибаться. В русской Википедии написано, курдистанские, курдистанские евреи, лохлухи, курдские или ассирийские евреи. Самоназвание, Хозия, или что-то такое, Хузая, как-то так, они сами... Хузая? Да, 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 да. Я сделал, у меня одна-другая в голове, самоназвание, но неважно. Ну, есть, то есть, ну, это есть вот эта группа, они евреи просто. Их не выделяют именно как курдских евреев. Их выделяют как евреев по тем странам, из которых они репатриировались. Короче, если говорить про тот вопрос, который был про левых сионистов и про их актуальность в современном Израиле. Смотрите, то, что левый сионист был не просто мощный, а движущей силой сионистского движения, там, не знаю, 70-80 лет назад, но это факт. Они победили, более того. Да, они с правыми, они тогда победили. Но они сегодня не говорят, их идеологические наследники, что вот, типа, вот именно мы и левые сионисты создали государство Израиля. Конечно, говорят, ну, конечно, говорят, это их главный аргумент. Это их главный аргумент, типа, если бы не мы, вы все хуй сосали. Вот, это практически, это единственный аргумент, который у них остался. Вот, потому что так-то они, извиняюсь, проебали все полимеры. Вот, простите меня, это мой французский. Они есть. Тут вопрос, кого считать сегодня в Израиле левыми сионистами. Вот в чем вопрос. И вопрос того, что, к сожалению... Ну, вот современные левые партии, например, они, я так понимаю. Идеологизированность в Израиле, она, в сравнении, наверное, там, не знаю, с Европой, она очень высока. Но она намного меньше, чем была раньше. Ну, вот, я приведу пример, который, там, не знаю, мало кто, видимо... Не думаю, что будет кому-то знаком, да, но, тем не менее, это пример от последних дней. Есть в Израиле такая женщина, ее зовут Орли Либи. У нее, по-моему, партия звалась Гешер. Гешер – это мост. Перевод из Суврита. Вот. Так вот, она сейчас... У нее была партия, вот это Гешер. Она была сама раньше депутатом, да, хотел сказать, Госдумой, депутатом Кнессета. И, короче говоря, вот сейчас она вступила в партию Авуда, и вроде как ей там обещают какую-то, чтобы она присоединиться, да, и Кнессет приведет туда своих избирателей. Авуда – это левая партия, да. И, соответственно, она присоединилась, вроде как ей обещают дать какое-то проходное место. Они сейчас так сами по себе в полной заднице, потому что у них там что-то 6 или 7 мандатов по всем вопросам. Ну, это партия, которая когда-то там имела по 40-50 мандатов, да. И в чем, как бы, новость, в чем, как бы, что тут интересно? Интересно, как на это должна, по идее, реагировать семья Орли-Диви. А у нее очень интересная семья. Дело в том, что отец Орли-Диви, он пять раз был депутатом Кнессета и был министром от Ликуда. Ее брат, он был замминистра от Ликуда. А сейчас, по-моему, мэр города Бейт-Шемеш, ну, какой город в Израиле есть, тоже от Ликуда. Ну, вот. Собственно говоря, она сама до этого была депутатом от партии НДИ. Вот этой русской правой и светской партии, да? Наш Дом Израиля. Да, совершенно верно. Ну, я, кстати, вот у меня, когда мои знакомые, которые в Израиле живут, да, такие более-менее аполитичные, они такие, типа, вот у нас выбор, за кого голосовать. Я говорю, конечно же, за Наш Дом Израиль голосовать. Ну, понятно. Смотрите, это, как бы, довольно распространенная среда. А сейчас, я так понимаю, у них альянс, да, между НДИ и этой самой Ликуд, да? То есть, они какой-то союз? Нет, наоборот, НДИ и Ликуд сейчас враги. А, враги. Подожди, а с кем у НДИ союз? Ни у кого. Да, играют сейчас в Союз. А, то есть, у них этот союз распался, получается, уже успел. Ну, у них и не было этого союза. Ну, он был давно. У них же перед выборами, они какой-то альянс создали. Не-не-не-не-не-не-не. Это другой, это альянс был правых партий, да, других, религиозной партий правой сделали альянс. Нет, нет, эти не сделали никакого альянса. НДИ, наоборот, что делает НДИ, НДИ как раз раскрутил эту религиозную тему, что ДОСы не служат религиозными. ДОСы – это религиозные. Вот, что они не служат, и за счет этого поднимает себе проценты, да. За счет этого у них рейтинг взлетел. В два раза, практически. Они сейчас набирают, они набирали пять депутатов. А вы, Александр, за кого, за какую партию поднимаетесь? Смотрите. У меня есть личная позиция, я ее озвучу сейчас. Она связана, прежде всего, с моим восприятием политического процесса в Израиле. Но это восприятие характерно тем, что я нахожусь в России. Находясь в Израиле, возможно, я бы говорил по-другому. Я поддерживаю партию Ликут. И, собственно, не просто так я представляю Ликут, Аламид и так далее. Я поддерживаю это движение. Теперь, я очень стараюсь отстраняться от той войны, которая идет между Ликутом и НДИ. Потому что аргументация НДИ во многом непонятна. Но также мне понятно, что сейчас... Я за НДИ, если что. Хотя я не еврей, не за НДИ. Ну, ни вы, ни я не будем голосовать. Причем, это даже не связано с вопросами гражданства. Потому что мне это сделать гражданство достаточно легко. А вы даже до сих пор не сделали израильское гражданство? Нет, я вам, по-моему, в прошлом говорил в стриме, что... А я что-то забыл, как-то пропустил. Пока я работаю в России, я считаю, это правильно иметь... Ну, если я работаю в России, тем более занимаюсь какой-то общественной деятельностью, правильно не иметь гражданства другой страны. Вот. Теперь, если я сделаю себе гражданство, но при этом буду находиться в России, я все равно не смогу проголосовать. А как, через посольство? Нет? Нет, нет. Израиль уникальное государство. И это, кстати, позиция, которая была введена еще Бен-Гурионом. Что, типа, если ты хочешь, чтобы... Ну, хочешь голосовать, живи в Израиле. Да, если ты не находишься, типа, сейчас... А, как интересно. ...исключение только для сотрудников посольств. И, вот, ну, реально, тех, кто... То, что называется, шалехи. По долгу службы, да, находятся. Да, которые доходят в разных вещах света, потому что их Израиль туда командировал. Все остальные люди, если они за пределами страны, не могут голосовать. Почему? У Бен-Гуриона была вот такая простая аргументация, типа, значит, если ты находишься не в Израиле, ты не можешь чувствовать наших проблем, ты не понимаешь этого. Одно дело, теория, и с другой стороны, это спорно, на самом деле. Это очень спорно, потому что это абсолютно не соответствует как бы мировой практике. А в условиях, надо понять, что Бен-Гурион-то вводил, по-моему, в 51-52 году эту установку, да. Когда еще, когда в 51-52 году практически не было граждан Израиля за границей. То это вообще было, как бы, ну, это было введено так по ходу, чисто как идеологическую установку, которая у меня от практики была. Не было израильцян за границей в большом количестве, вообще практически таких не было. И не было таких средств в коммуникации, как сейчас, если ты там живешь в Америке, понятно, что ты довольно, ну, ты получаешь информацию в 51-м году, в 52-м об Израиле, из Израиля, да, но понятно, что эта информация такая, ну, довольно все-таки ограниченная. Сегодня ты можешь находиться там, да, в Куала-Лампуру и знать лучше, что происходит в Израиле, чем чувак, который, там, не знаю, живет в Тель-Авиве, и каждый день просто, да, накуривается травой, да, ему все по барабану. У меня есть такие знакомые, да. Вот, вот, поэтому тут все, если честно, это все как раз относительно, и правые говорят, что надо как раз дать возможность голосовать всем, кто имеет гражданство, вот в том числе через систему посольства. Это как раз позиция правых, и левые это блокируют. Они из-за отстаивания вот этой установки Бен-Гуриона. Опять же, почему считается, что если дадут возможность голосовать тем, кто за границей, то в итоге правые будут набирать еще больше, потому что израильтяне в диаспоре, они еще более правы, чем израильтяне в среднем, чем израильтяне, которые живут в самом Израиле. Вот такая статистика. Так вот, ну, я понимаю аргументацию и тех, и тех. То есть, я, как бы, понимаю аргументацию НДИ. Если бы просто я не живу в Израиле, поэтому я смотрю с точки зрения глобальных еврейских интересов, глобальный интерес еврейского народа оставит больше ликуд, конечно. Но если я жил в Израиле, я посмотрел, что меня бы самого ортодоксу очень сильно достали. Там же у них падает цена недвижимости в районах, где очень много ортодоксов. Потому что там много. Наоборот, она повышается, только не падает. Она повышается, потому что они приезжают и ставят спрос. И после этого, почему светские продают? Потому что это выгодно продать. Вот, она, наоборот, повышается, растет. Ну, окей. Я просто слышал, что, типа, светские начинают бежать из этого района. Они начнут бежать по другим причинам, потому что закрываются светские школы, потому что по вечерам закрываются все увеселительные заведения. В шаббат ничего не работает. Вот почему они начинают уезжать. Вот. То есть, ну, как бы, вот такое. А я слышал то, что религиозные ведут себя очень шумно, и они не очень чистоплотные. Нет, слушайте, ну, это относительная вещь. Я против, как сказать, я против вот этой мифологии, всех этих хернистов. Нет, я имею в виду, я сейчас в данном случае ссылаюсь на мнение самих граждан. Нет, я понимаю, да. То есть, это не какие-то антисемитские, да, вот эти, знаете. Я понимаю, да. Нет, нет, я понимаю. Я про мифологию, которая внутри самого Израиля. Я, смотрите, ну, честно, есть, и вправду, религиозные... Религиозные большие семьи, и они обычно живут бедно. Да, и, соответственно, обычный, как бы, а в Израиле жаркая страна. Религиозные развиваются, кстати, такие, в костюмы, да, черно-белые. Это там жара. Понятно, что иногда... Мне всегда их очень жалко, когда я их в Сингапуре вижу на улице. Гигиены, да, гигиены надо может страдать. Особенно, если, да, если это небогатая семья, просто гигиены могут надо страдать. В целом сказать, что там все религиозные, там, плохо пахнут, или, там, не знаю, асоциальные, ну, конечно, нельзя, это полный бред. То есть, это все-таки, ну, надо персонифицированно подходить. Есть проблема с ортодоксальным, с ультродоксальным населением. Она в том, что эти люди не интегрированы. И в том, что, повторюсь, они пытаются, по сути, во многом часто, да, навязать свою повестку, нездоровую, на мой взгляд, повестку обществу. В этом проблема. В этом реальная проблема. Повторюсь, с точки зрения интересов еврейского народа, вот эти интересы больше отстаивают Ликут. И поэтому, будучи в диаспоре, я за Ликут. Я понимаю вашу позицию, да. Если говорить с точки зрения израильтянина, особенно русскоязычного израильтянина, то тут я согласен, что это больше НДИ. И поэтому, да, будь я живя в Израиле, я не знаю, кого бы я поддержал, за кого бы я проголосовал. Ну вот. Говоря о левых, как я и сказал, сегодня все это... Правда, что русскоязычные, вот именно, ну, те, кто репатриировались... Хотя, давай я про левых уже отвечу. Да, буквально один вопрос, коротенький. Правда, что русскоязычные, они больше за НДИ голосуют? Хрен его знает. Смотри. Ну, как бы, да. Сейчас, да. Либерман мог просрать все. То есть, как бы, у Либермана были очень слабые позиции перед последними выборами, потому что, ну, потому что, как бы, он много чего обещал и не сделал. Вот. Говоря проще. Он и вправду сделал уникальную вещь, он во многом пробил стеклянный потолок. То есть, не то, чтобы были какие-то формальные ограничения для русскоязычников Израиля. Но понятно, что когда была вот эта огромная алия в 90-е годы, неформально, по-вчетку, так, ну, формально все абсолютно равны и так далее. Ну, неформально, в рамках здоровой абсолютно конкуренции, как бы, старожилы, да, евреи, они не пускали вновь прибывших на какие-то свои теплые какие-то места. Теперь это была, при этом в этой конкуренции, конечно, она была здоровая, но не знаю, что она была честная, это не одно и то же, да. То есть, конечно, использовался какие-то уже навыки, какой-то административный ресурс при этом и так далее. То есть, была борьба за место под солнцем, да, в израильском обществе. Она была мирной, но, тем не менее, это была борьба. И Либерман был тем, кто пробивал вот этот стеклянный потолок. Этот чувак, который из Кишинева, я, по-моему, в прошлый раз об этом говорил. Или я у Жмелевского это говорил, я не помню. Возможно, у Жмелевского. Да, кстати, как вам совместный стрим с Жмелевским? Да, неплохо. Ну, вот мне там как раз не хватило вот этого накала, который у нас с тобой сегодня был. Вот такого здорового накала. А так очень интеллектуально, очень интересно. Так, короче, Либерман, мужик, парень из Кишинева, приехавший в Израиль, работавший в порту, начинавший, там, простым охранник и вышибалый, и он поднялся до уровня министра. Там был министром насранных дел, министром обороны, но это невероятно. И он, конечно, за собой потащил там целую плеяду молодых русскоязычных ребят, которые тоже поднялись. И это, ну, это уникальная вещь, и он, да, пробил стеклянный потолок. В этом его как бы огромное достижение. Как бы не замечать это нельзя. Слушай, а я правильно понимаю, что сейчас столица? Да, да, это говорю. Вместе с тем, короче, он во многом облажался, потому что он много чего не выполнил из того, что он обещал, особенно в десятые годы. Ну, да, много было моментов и социальных, и общеполитических. Ну, это все политики. Он обещал, обещал и как бы облажался. Теперь перед последними выборами все думали, что он вообще может не пройти, что это конец. И во многом это, ну, сегодня это его новое второе дыхание. Он сейчас поднимается. У него перед последними выборами была ситуация, что за него практически не голосовала русскоязычная молодежь. Вот вообще. Вот это слово совсем. И, по сути, только вот эти бабушки и дедушки русские, да, которые вот, вот, поколение наших родителей, которые там в 90-е приехали, да, уже взрослыми причем. Вот. И это, типа, умирающий электорат, да, и все считали, что это все. И сейчас именно на теме вот с ортодоксами он сумел развернуть эту историю, да, и стал вновь актуальным. И сейчас у него, правда, борьба с НДИ, поскольку он сейчас борется с, у него борьба с Ликудом, он борется за русские голоса. Сейчас, если брать русских, то где-то 80% будут голосовать либо за Ликуд, либо за НДИ. 8% русскоязычных, остальные за левых, скорее всего, либо религиозных. Но из религиозных русскоязычных там совсем мало. Вот. Из этих 80% там где-то НДИ и Ликуд, ну, они борются друг с другом. Там 50 по 50, пока идет 50 на 50, да, даже где-то, может, 60 на 40 в пользу НДИ, да, именно русские голоса. Ликуд сейчас делает все, чтобы русские голоса вернуть к себе. Ну, не вернуть, а как бы там перетянуть к себе, да, ну, вот так вот. Касаемо левых, я вот привел пример с этой Орли, да, которая сама из правой семьи, но перешла к левым. То есть это пример того, что общество не такое уже идеологическое. Есть примеры левых, которые переходят к правым, да, то есть это все как бы в обе стороны. В целом, если говорить про левых, которые, там, не знаю, центристы, так называемые, то есть то, что называется, вот, главная оппозиция, к примеру, это партия Кахоль-Лаван, это генералы, это Ганс, это Лапид, Лапид не генерал, это бывший журналист и так далее. Это такие левоцентристы. Ну, как бы, они, вправду, представляют такое сионистское болото, я бы сказал. Почему сионистское болото? Ну, они сионисты, то есть, как бы, формально, я и думаю, что они, в принципе, искренне, как бы, они за Израиль, за право ювей, за народ, за нас, на свое государство, за сионистскую идею, за национальное возрождение и так далее. Вот. Почему болото? У них нет какой-то повестки, по сути. То есть, вне рамок общей сионистской доктрине у них нет какие-то повестки. Они просто ориентируются на... У них глобально главный лозунг «Кто угодно, только не Бибия». Рак-Ле-Биби, это называют на иврите. Только не Биби. Только не он. То есть, типа, главное убрать Биби, потому что он задолбал. Все, ну, у них нет какой-то повестки своей. Теперь есть левые, это Абуда, это Мэрос. Это вот сейчас новая партия израэлит-демократит, израильская демократия. Эту партию сделал бывший премьер Эхуд-Барак. Это левые. Смотрите, я к ним отношусь хреново. Понятно, потому что они левые. И это понятно. Плюс надо понять, что все-таки они продолжатели тех левых. То есть, их нельзя отделять от Бенгурена и так далее. Некоторые из них продолжатели. Даже в биологическом плане, по-моему, в нынешней Абуде есть кто-то там из этого. То ли внук Бенгурена, то ли правнук. То есть, они, да, продолжатели. Но, конечно, они демонстрируют оглядно, насколько деградировала левая идеология. Насколько деградировала. Поскольку для Бенгурена, который водил в 50-х годах, он водил и не хотел отменять этот комендантский час для арабов. В 50-х годах в Израиле был комендантский час для арабов. В 10 часов все арабы скинули быть дома. Не очень демократично, да? Мягко говоря. Почему он это делал? Потому что не было доверия к арабам тогда. Все-таки такой пятый элемент. Пятый элемент. Пятая колонна. Пятая колонна. Это тоже неплохо, да? И это Бенгурен, да? При всей его левости и так далее. И современные левые, которые говорят, что надо пускать всех, не знаю, нелегальных, ну, про арабов надо все отдавать, да, территории. Это понятно. И, в принципе, что надо пускать нелегальных мигрантов, что у нас есть 600 гендеров. Такая же поездка, как в Европе, да? Да, ну, понятно, да. Есть 600 гендеров, да, и так далее. То есть это, когда говорят, что, типа, нынешние левые, это не те левые, что их надо разделять. Это и так, и не так. Они и вправду не те. Я думаю, Бенгурен бы сейчас охренел своих последователей. Но они, именно что и вправду его последователи. Это просто, это, ну, наглядная демонстрация того, как левая идеология деградирует. Вот так вот. Или развивается, наоборот. Ну, они, наверное, считают, что развиваются, да, на мой взгляд, деградируют. Ну, на мой взгляд, это, короче говоря, в принципе, это логичный процесс. Потому что многие вещи, которые делал Бенгурен, они логично привели ко всему этому. Это тоже тема отдельного разговора. Потому что там много было очень вот этих моментов социалистических, которые он ввел, да, которые в итоге, тогда они казались уместные, правильные и так далее. Но в итоге они привели именно к тому, вот к такому, в кавычках, развитии левой идеологии, левой идеи. И, кстати, вот этот статус-кво, который сейчас привел, вот этот конфликт между светскими религиозами, его уже тоже зародил Бенгурен. И тогда это считалось просто гениальное решение, вот этот статус-кво. Что, типа, он вот прям все разрулил, прям красавчик. Прям вот, 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 молочинка. Ну, а оказалось, вот такая жопа. А тоже надо понимать, что вот этот статус-кво, это было абсолютно статус-кво в рамках вот этого тоже левого подхода. Потому что, ну, понятно, что в рамках правой идеи Бегин был очень против этого статуса-кво. Потому что в рамках правой идеи это невозможно. Все должно регулироваться естественными путями, да, там, рынком, какими-то естественными регуляторами, да, а не государственными, да. То есть государство должно быть как такой независимый арбитр. В данном случае государство выделило какую-то группу людей, где-то им урезало права, где-то дало права. Ну, типа, договорились, типа, вы, главное, не бузите, и все нормально у вас будет, да. И вот, как бы, и продолжаем, да. Ну, это абсолютно левый подход. Тогда казалось, что вот это прям то, что надо, и вот у нас мир и спокойствие. Мир и спокойствие. А в итоге, вот как это обернулось через 70 лет. Да. Ну что, я думаю, на этой ноте мы завершим наш сегодняшний стрим, и поскольку мы не успели осветить все-таки все темы, то я бы предложил Александру в следующий раз тоже как-нибудь через какое-то время прийти в гости. Каргин-Сармат-3, да? Да, 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 да. Да, я за. Мне понравилось все. Могат, было живо, замечательно. Сегодня, да, вот мы немножко даже умудрились поспорить. Вот, ну, вместе с тем, я, кстати, принимаю все аргументы, которые звучали в пользу парламентской демократии, потому что, на мой взгляд, сильные достаточно аргументы. Вот. Мне кажется, у нас вообще был продуктивный спор, была с обоих сторон интересная аргументация. Ты правда, это хорошее, мне этот стрим очень понравился. Нет, взаимно, взаимно. Поэтому, в общем, если сочтешь нужным в какой-то момент, то я думаю, что мы можем еще раз провести. Тем более, что я стримлю сейчас регулярно, вот, поэтому, как бы, я думаю, что мы можем списаться в какой-то момент. Да. В общем, спасибо. Спасибо, Александр. Да, у меня, кстати, вопрос. А, слушай, мы вот в субботу, да, все это делаем. Нет, я, конечно, понимаю, ты не религиозный, но это не нарушает никаких вообще, вот, как бы, запретов, что... Этот вопрос, кстати, уже Милевский задал мне. Смотри. А мне его в чате задавали, говорит, как же ты еврея, значит, пригласил в субботу, значит, у него уже шаббат. Во-первых, мы не в субботу сейчас же стримимим с тобой, то есть, то есть, в субботу сейчас выходит около 9 часов, нет, чуть позже, полнословно выходит, но, если не важно. То есть, мы начали стримить, еще был шаббат, уже сейчас не говорят, например, шаббат шалом, вот сейчас говорят шаббатов, шаббатов, то есть, шаббат уже вышел, шаббатов – это добрые недели, хорошие недели, да. Ну, вот. Есть позиция Шахара по этому поводу. Шахар не делает каких-то организационных моментов, не делает каких-то мероприятий в нарушении еврейской традиции, да. Вместе с тем, в чем проявляется, прежде всего, светскость нашей организации, в том, что мы все и вправду объявляем вправду светских евреев, и в рамках того, что мы объявляем светских евреев, каждый в плане вправе проводить свой шаббат так, как он считает нужным, да, так, как он считает правильным. Я для себя в свое время сделал вот, как бы, такие две пометки личного характера, это часть моей идеологии. Я считаю, что очень важно хоть как-то лично для себя это внезависимая организация, да, это не связано с общественной деятельностью, лично для себя очень важно хоть как-то делать какое-то погружение в шаббат, то есть, я либо делаю дома, если я не делаю какие-то общественные трапеты, в шаббат, в общине, да, если делаю в общине, то понятно, там, десятки людей собираются. Если нет, я стараюсь делать что-то дома у себя, да, собирать людей, да, на шаббат, на трапезу. Если по каким-то причинам и дома не получается сделать, я стараюсь, там, не знаю, прочесть недельную главу Тора, то есть, как-то поучиться, что-то узнать, да, как-то расширить свои знания. это с одной стороны. А с другой стороны, мне очень важно, чтобы в шаббат я также делал какую-то общественно полезную деятельность, не связанную с еврейской традицией. И поэтому я, чем только не занимаюсь шаббат, то понятно, я и так его не соблюдаю глобально. Поэтому я не считаю, что надо, я против вот этой, знаешь, вот этой, типа, игры, что, типа, вот, я зажег свечи, и все, и все, типа, я соблюл шаббат. Нет, ну, понятно, что ты его и так не соблюдаешь. Или соблюдай, или не соблюдай. То есть, если ты соблюдаешь что-то, это как бы твой выбор, это абсолютно легитимно, но не надо думать, что ты соблюдаешь в шаббат. Не надо заниматься самообманом, позерством и так далее. Так вот, есть важные какие-то общественные моменты, которые я стараюсь делать в шаббат. Не знаю, в шаббат, я же кому-то помогаю, что-то делаю. Там, не знаю, в шаббат, там, я иногда даю лекции. Кстати, именно давать лекции в шаббат абсолютно легитимно, потому что это не работа. Особенно, если это какая-то, да, это не считается работой. То есть, и деньги, особенно, не платят. Мне их платят обычно, но вот это здесь тоже момент, я стараюсь в шаббат деньги не брать. То есть, как бы, вот делаю, беру такую общественную нагрузку. В этом плане, для меня, стримы в шаббат, это вот продолжение этой мысли, что я хочу, как бы, шаббат, я хочу делать какой-то еврейский вклад, я хочу делать какой-то, в принципе, общественный вклад. И это для меня, как раз, для меня это очень ложится. Просто, так у нас, чтобы по времени совпадает, что мы это делаем в конец шаббата. Но, в принципе, мне это, вот это как раз то, что я хочу. Ну да, если это не работа, это как бы, такой мой общественный, да, это мой общественный вклад в шаббат, да, я хочу это тоже делать. Вот так вот. Ну, хорошо. В общем, спасибо, Александр, за то, что посетил наш сегодняшний стрим. Да, взаимно. Надеюсь, не в последний раз мы услышали. Да, и всем, всем хорошего, хорошего времени суток, я не знаю, у кого сейчас что, да, вне зависимости. Все, всем пока-пока, до свидания. До свидания. Так, ну что, дамы и господа, я думаю, что мы будем завершать уже наш сегодняшний стрим. Сегодня у нас стрим достаточно продолжительный, поэтому в конце я произнесу свою традиционную речь. Да, то есть у нас сейчас будет еще продолжительная музыкальная пауза, потому что нам надо, очень много музыкальных треков заказали, вот, и они прозвучат в финале нашего стрима сегодняшнего формате радио, вот, но я вам скажу в конце свою речь традиционной о том, что если вам по каким-то причинам понравился тот контент, который сегодня был, обязательно подпишитесь на все каналы на ютубе, на канал Ежесармат офишал, на канал записи Ежесармата, где вы прямо сейчас слышите мой голос, и на канал, который просто называется Ежесармат. Подписываясь, значит, бейте в колокола, ставьте колоколь, жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о начале следующих трансляций, также подписывайтесь на канал на твиче, twitch.tv слэш Ежесармат и на все группы ВКонтакте, где, значит, у нас есть группа Ежесармат, где публикуются анонсы, и есть отдельная группа, полностью посвященная философии Ницше, она называется Ницшеансы, вселенная Ницше. Огромное спасибо всем тем, кто был сегодня вместе с нами, отдельное огромное спасибо тем, кто донатил, заказывал музыку и видео. Все, что не успели посмотреть или послушать в рамках сегодняшнего стрима, обязательно посмотрим и послушаем на наших следующих стримах. С вами был Ежесармат, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok